И начинаем. Новинки из мира медиазапросов. Я не помню свое дерьмо сейчас. Новинки из мира медиазапросов. Знакомимся с вирусом WannaCry поближе. Высокопроизводительная загрузка веб-шрифтов. Погнали. Всем привет, с вами проект Europe Design, подкаст суровый выпуск. У нас сегодня выпуск номер 126 на часах 18 мая 2017 года и 11 часов вечера по Челябинску. Да, всем привет. Мы уже обозначили громкие темы, заныриваем прямо в первую из них. Причем первая тема, она как бы первая, самая важная, но она не числится в громких. Она тихая, но важная. Да. Потому что там бабич. Да, там бабич. Аналогия против метафоры. Причем у меня вот в мой микро-лэптоп 13-дюймовый не влазит. Если я вот просто смотрю, у меня метафор, буковка R, еще не влазит. А мне влазит. А у меня 14. У тебя 1366 разрешение. А у тебя? 1200. О, так это... Согласен, это упущение. Это на 160 пикселов меньше, именно пикселов. Это скорее бабича упущение, что он такую картиночку поставил. Да, причем если я прям увеличиваю еще больше, как будто бы у меня там телефон, то там уже мета. Лоджи виси мета. Вот как бы там хвостик тут. Ну ладно, не будем докапываться. Он мобильный пацан, он знает лучше. Так вот, метафоры и аналогии в дизайне товаров, в дизайне продуктов, именно питания, скорее всего. И он нам говорит здесь, Ник, что мы в принципе со времен вообще каких-то появления интерфейсов, компьютерных взаимодействий, мы полагаемся на аналогии и метафоры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы ввести пользователей за ручку, как детишек, в этот мир новой технологии. Потому что как только они появились, эти технологии, никто же не знал, как с этим там обращаться вообще. Что это? Что такое компьютер? Как он? Ну вот ладно калькулятор, да, там цифры, кнопочки, а тут много кнопочек, много цифрок, еще и буковки и вообще. Нужно было каким-то образом показать, по аналогии с чем в жизни действует компьютер, для того, чтобы пользователь мог им управлять. Я имею в виду неквалифицированный пользователь типа линуксовых программистов, которые по сей день, как по сей дон, сидят в консольке и баш-скрипты пишут для развертки какой-нибудь прогрессивной, возможно, черезстрочной. И это шутка по поводу развертки разрешения на экранах, жидко-кристаллических. Различие между метафорами и аналогиями на самом деле... Вот статья, я честно сразу свое мнение выскажу, это беспрецедентный подкаст, когда я высказываю свое мнение до того, как еще сказать статью. Она не отвечает на вопрос, в чем разница между метафорами и аналогиями. Так. Она в меня только в замещательство ввела, и я буду вот с Никитой в прямом эфире, ну, то есть не в прямом, в записи. Мы перезапишем 15 раз, естественно, как я буду с ним спорить и его спрашивать. А вот, Никита, ты понял или не понял, что он нам хотел сказать Ник? Мы там аплодисменты допишем, как бабки ржут. Естественно. Как в кривом зеркале. Возьмем те, которые еще в 97-м, они ржали, и подклеим просто к нам, и все, и нормально будет. Ну, давай. И даже самое главное, вы, уважаемые слушатели и зрители, вы обязательно нам пишите в комментариях, вот как вы это поняли. Еще вот даже я не знаю, как Никита понял. Возможно, для меня будет исчерпывающим его, но, конечно, кого я обманываю. Только ваши комментарии достаточно исчерпают меня. Давай, я хочу послушать, уже приступи. Давай, давай, метафора. Так вот, метафора, это когда мы, чтобы объяснить действия в нашей какой-то сфере, прибегаем к использованию объектов и действий с другой сферы. Абсолютно из другой, для того, чтобы вот провести, вот хочется сказать, чтобы провести аналогию. Но нет, вот чтобы метафору сделать. Например, есть, он нам будет рассказывать про хороший способ применить метафору и про плохой. Ну-ка. Ну и так же потом снова. Хороший способ применить метафору. Сделайте незнакомое знакомым. В скобках, например, метафора рабочий стол. И на самом деле, вот у меня был аха-момент в этот момент. Я-то вот и не догадывался, что рабочий стол на компьютере, он настолько повторяет рабочий стол, там, офисного клерка какого-то. То есть вот папки и файлы. Я, конечно, понимал, что в жизни тоже есть папки и файлы. Но я никогда не думал, что они тоже лежат на столе. На рабочем. Да. То есть вот эти именно те папки, которые канцелярские, которые у них два уголка запаяны, а два распаяны. И ты ее как бы вот так отгибаешь чуть-чуть и оттуда достаешь что-нибудь и так далее. Вот именно такие здесь используются. Или даже у них только один запаян, корешок, и ты их потом завязываешь на бумажечке, так сказать, на веревочке. Честно говоря, когда, если себе вот так проговаривать, да, что на рабочем столе лежат папки, файлы, листочки, то как-то грустно, это какая-то офисная. Я понимаю, что именно техника и создавалась для вот этих офисов, чтобы работать. Естественно. То есть персональные компьютеры, они в офисах в первую очередь были, чтобы бизнес-процессы как-то автоматизировать, и бабки лучше зарабатывать. Не для того, чтобы ты в Counter-Strike GO дома играл. Да, как ты объяснишь на рабочем столе нахождение иконки Diablo 2? Это под оргстеклом у тебя поздравить Наталью Павловну там 15 мая. Открыточка образовалась? Открыточка, да. Наталья Павловна выглядит как демон. Согласен. Ты представляешь, она уже 15 мая на даче в минус 2 ездит в суббот. Покрывает там парники, чтобы они прогревались вот минус 2. Понимаешь? Это ж просто не человек, а живот. Там непонятно, какие у него там руины под парниками еще там. На пятом, а в пятом акте-то у него что там? Его брата Баала надо будет уже убивать. Сам понимаешь, там вот потому что дед Ваня-то нажрется, когда он то еще исчезает яды, я бы тебе сказал. Прям на мосту такой желтый, жирный стоит. Согласен. Ну ладно. Приходится бутылки даже пить, чтобы лечиться. Конечно, естественно. С ним причем. Не давайте ему пить, потому что он так вылечится, что ты уже ничего не сделаешь, понимаешь? Ну ладно, продолжаем метафору. Продолжаем. Продолжаем метафору. И вот, например, иконка корзины. Она тоже у тебя есть где-то вот неподалеку. Вспомни именно корзины в офисах из игры, например, для iOS, еще времен 2 и 3 iOS, Paper Toss. Да, там где надо кидать. Да, там где надо заслюнявленные бумажки кидать в корзину мусорную. Помню. Охренетительная игра прям. Там вентилятор еще каждый раз переставляет кто-то. Возможно, Наталья Павловна опять же мешает играть. Она то слева, то справа. Еще подкручивает скорость по-разному. Там иногда корзина, вот именно для бумаг, она иногда на столе стоит. То есть, видимо, для офисных американских работников нахождение trash can или recycle bin на столе – это прям тоже. Поэтому для них это полноценная метафора. Я даже вот никогда не вдумывался. То есть я думаю, ну окей, файлы, папки, как в жизни. А то, что они тоже на столе – это нет. Нет, ну охренеть теперь. И то, что ты их также можешь свернуть, эти файлы и папки, выкинуть в корзину. Да, да. Это просто, ну это охренеть. И Никита, на самом деле, мы с ним уже чуть-чуть обсудили. Вот именно, вот когда у меня аха-момент случился, я не мог терпеть, я поделился с ним, естественно. И я в тот момент, он мне сказал, это, Саня, потому что, когда мы родились, у нас уже именно вот этот рабочий стол. Для нас уже тот, который физически, для нас вот это метафор. Ну, короче, это как на компе рабочий стол у тебя. Да, да, да. А, блин, точно. И вот, потому что у нас же не было, мы не были офисными работниками в 90-е, у нас не было вот этих файлов и папок. А сейчас, когда, ну, работаешь в офисе, уже не так много бумажной работы. Уже как бы все равно все on the computers. Ну да, получается, мы миновали вот эту… Да, эта метафора, она не для нас. Но, тем не менее, идем дальше. Метафоры для нас. Хотя, опять же, iMac второго поколения. Хороший пример. Джонни Айф и Стив Джобс, говорит, гуляли по саду и думали, а как же… Да, уже настораживает. Хотя, казалось бы, они не из этих, они сэры. Хотя Стив Джобс-то не сэр, но неважно. Гуляли по саду и думали, а вот iMac второго поколения, на что сделать похоже? Стив заметил подсолнух. И говорит, сказал, вот давай, цветок подсолнечника прям вот будет нашим вторым поколением. Ну и вот такой компьютер появился. Кстати, он в каком-то из сезонов клиники был. То есть, именно iMac второго поколения там фигурировал, как хай-течный крутой компьютер, который главврач себе поставил. Так. И на самом деле, это типа плюс, опять же. Что, ну, грубо говоря, гибкая вот эта ножка, что можно было экран двигать. Ну, вспомни, iMac первого поколения, это пузатый вот этот монитор, разноцветный, помнишь, с пластмассовыми этими? Ну, как бы это моноблок, но именно в пузатом мониторе. А тут уже он на ножке, и его можно уже крутить, вертеть, поворачивать. Типа, ну, для юзера экспириенса это круто, но никогда бы у меня не возникла, ну, метафора, что это цветок. Да даже что-то голова человека бы возникла, потому что она гибкая шея, опять же. Но то, что именно цветок... Хотя, опять же, он светится так же, как подсолнечник и цветок. Ну, вот сомнительная метафора. Не, у меня другой вопрос. А до этого не делали мониторы в таком стиле, как цветок? То есть он уже мог слезать это просто и у других мониторов, так скажем. Ну, вот здесь написано, что они это придумали. Ну, это охренеть тогда. Ну, вот, представь себе. Просто я и сейчас таких мониторов сильно не вижу. Вот именно таких. Я знаю тех, которые по оси ординат двигаются вверх-вниз. Ну, такие прям крутые, Dell-овские мониторы, хорошие, американские. А вот чтобы прям именно вот так гибко двигался. Не, ну, опять же, есть у меня, собственно, на работе такой, который вот так вот под углом. Но ты его влево-вправо, по-моему, у меня он не крутится. Он только вперед-назад как бы чуть-чуть выгибается. Прогиб защиту на него и все. Короче, уже вопрос возникает. Следующий опять неплохо. Пинтерест. И это аналог доски пробковой, на которую ты запиниваешь картинки квадратные, грубо говоря. Ну, это из названия, понятно, что это такое. Ну, to pin interests. То есть ты прикалываешь свои интересы. Но это суть в том, что это аналогия с пинбордом. Угу. И, ну, да, окей, это прикольно. Это интересно, и люди понимают сразу. А, ну, это как вот на доску. Хотя, опять же, вот у кого есть пробковые доски, напишите в комментариях, если у вас есть пробковая доска. Никит, у тебя есть пробковая доска? Нет, конечно, у меня только пробки есть. Потому что ты тупой, как пробка, что ли? У меня у родителей есть пробковая доска, и они туда открыточки припинивают. Они припинивают туда список номеров телефонов, кому можно позвонить, потому что пробковая доска около телефона. Ну, то есть записок, записков типа там обед на столе к обеду не жди я не видел там ни разу. То есть там все равно более или менее такая дженерик инфа, которую можно уже просто в граните отлить и повесить на стену. Не обязательно вот эта вот кастомность пробковой доски. Ну, как бы, ладно, это я уже придираюсь. Пинтерест неплохую метафору использует. Пошли плохие метафоры. Так, а он это сам говорит, что это плохие? Да, don't. Ну, видишь, don't. Типа так не делаете. Вижу. И здесь Microsoft скрепочка. Говорит, вот не надо это делать, потому что здесь слишком сильно нарочито взяли метафору из жизни. Что реальная скрепка нам навязчиво что-то поясняет, как работать с документами. То есть скрепка, она же знает, типа, как работать с документами. Вот она нам в Word будет подсказывать. Я бы на месте Бабича не замахивался на такие великие вещи, как скрепка. Просто вот он считает, что это прям один из самых непопулярных вообще фич, которые представили там в офисе или где-то еще. Меня никогда она сильно не отвращала. Я, конечно, ей мало пользовался. Во-первых, кроме скрепки, там есть несколько персонажей. Ну, понятно, да. Собачка там есть. Потом какой-то магический чувак, практически волшебник. Катулька есть, да. То есть, в принципе, в принципе, я вот, во-первых, это знаю, во-вторых, мы очень много прикалывались в детстве с ними. Что-нибудь там нажимулькали, вызывали. Поэтому Бабич, он что-то зря, по-моему, покушается на наше детство. Ну, просто, видишь, его именно скрепка бесит. Потому что это именно метафора из реальной жизни нарочитая. То, что волшебник там помогал, это похрен. Это вымышленный персонаж. Это ему нравится. Маскот, так называемый. Ага. А вот именно скрепка, это фу-фу-фу. Ну, ладно. Пошел уже свистеть немножечко. Я как бы вот считаю, что... А он говорит, не надо делать метафоры слишком реальными. Так. Потому что люди будут беспокоиться. Кто беспокоился от скрепки в Ворде, я не знаю. Напишите в комментариях, если вы беспокоились от скрепки в Ворде. Да. Хотя, по идее, это и получается, что Ворд, это как бы собрание страниц. Ну. Которое скрепляется скрепкой, которое тебе помогает собирать вместе. В том-то и дело. В принципе, ну, раз от нее отказались реально, видимо, мало использовали, наверняка Майкрософт какую-то аналитику собирала по использованию. Ну, просто она по 90-м выглядит, а так, да. Ну, так ты... Никто же ее не мешал тебе перерисовывать. И в 2016-м офисе сделать супер хай-тек скрепку какую-нибудь. Да там уже такой хелп. Вспомни хелпы вообще в последних Вордах. Там просто уже сухач. Написано, что просто нажмите сюда, нажмите shift. Ну, да там даже и не написано. Вот пользователи регулярно не понимают. Вообще, начиная с 2007-го Ворда, для них они не понимают, какого хрена. А скрепочка-то как бы зашла бы? Ну, конечно, она бы все им объяснила. Сверху ленточный интерфейс теперь. И червь. Там вкладочки и червь ленточный у вас в жопе. Потому что вы нихрена не понимаете без моей помощи. Ну, ладно. Следующее. Не нужно вслепую воспроизводить вещи из реального мира. Ну, примерно то же самое, что и со скрепкой, только здесь полка в iBooks. Именно та самая скивоморфная полка, когда книжечки реально стоят на полочках, и там все в дереве, и с теньками, и вообще. Я, опять же, не понимаю, какого хрена. А что плохого-то? Мне нравилось. Я ничего не могу поделать. Мне, во-первых, нравилось. Во-вторых, когда именно ты нажал store, магазин здесь, она переворачивалась, именно как книжный шкаф, как секретик. Что ты заходишь, а там другая комната потайная за книжным шкафом. И мне это вообще всегда забавляло. А он говорит о том, что вот не надо нам из вот реального мира, пожалуйста, текстуры, вот это вот все. Это слишком нарочитое и прям фу-фу-фу для экранов. По-моему, Бабич, он залез не к тем пацанам, не в туэт. Он покушается не на то дерьмо, которое надо. Ну, несмотря на то, что Apple сами, грубо говоря, признали, что это не очень. И Скотта Форстал выгнали, который с кевоморфизмом весь поддерживал, делал. Так непонятно еще, кто его выгнал и по каким причинам. Да, это все, конечно, странная история, непонятная. Я, кстати, даже вот первые три года после того, как это случилось, я реально интересовался, куда он приткнется. Сейчас вот уже и не помню. Да, он, может быть, где-нибудь уже в Мерседесе или в Ауди работает. Скотт твой, Форстал. Ну, он, как бы сказать, в Ферраре, да, по Эдди Кью? Он Стэнфорд просто закончил, во-первых. Так. А во-вторых, я хочу просто посмотреть. Получается, Джонни Айф, он полностью сейчас все крышует отделение дизайна, включая и интерфейсы мобилок, да, интерфейсы десктопов. Да, он весь всем софтом и всем промышленным дизайном занимается. Как он успевает-то? Ну, слушай, наверняка у него есть зам по одному и зам по другому. Он их просто собирает, накуривает и говорит им. Он их просто гоняет, да, под жопу им пинает. Написано, что он бродвейские мюзиклы продюсировал. О! В 2015 году, причем он даже мюзикл продюсировал, который 5 наград выиграл. Нихрена, так он что-то какой-то вообще чувак. Творческий чувак. И он просто непонятый оказался. Он опередил свое время, как водится. Они еще вернутся к вот этому вот скиломорфизму. И он на данный момент является, работает советником в Snapchat. Короче говоря, видимо, он не сильно пропадает, так скажем. Хотя, опять же, дураки, по-моему. Я вот не считаю уход во флет какой-то... Нет, я тебе так скажу. По крайней мере, вот этот вот книжный шкаф, который в iBooks использовался, это не самое оперативное скиломорфизма. Это, я бы сказал, одно из лучших решений, которые есть в скиломорфизме. Согласен, согласен. Я просто и противное назвать не могу. То есть противное, ну ладно, давай скажем прямо, если есть какие-то там, допустим, типа компаса, есть какие-то сложные такие решения, которые сделаны скиломорфизмом, скиломорфизмом, их бы упростить с помощью флета. Да, допустим. Ну, допустим. Но здесь достаточно все простейшее, и оно, наоборот, тебя привлекает, дружественно как бы тебя настраивает. Ты стоишь, и у тебя полочка твоя. Это нормальная метафора. Это прям прикольно. Ну, полка и полка, какого хрена? Не знаю. Ладно, давай аналогии послушаем. Аналогии пошли. Бабич. Это когда вы сравниваете две вещи, частично похожие, иногда из той же самой категории. Ну, то есть, метафора у нас из разных категорий, а аналогии примерно из того же. Ну, вот бук – это как компьютер, только вот переносной. Вот это аналогии. Это получается скевоморфизм, одним словом получается. Ну, то есть, грубо говоря… Почему? Ну, по сути, ну, вот книжный шкаф и книжный шкаф. Ну. Точнее, полочки в iBooks и книжный шкаф реальный. Нет, это метафора, это же из разных сфер. Это компьютер, а то книжный шкаф физически. Окей. А тут я тебе говорю, шуруп – это как гвоздь, только ты его не вбиваешь и заворачиваешь. Вот это аналогия. Оба продается в одном отделе, и обе нужны для того, чтобы закрепить там или, там, я не знаю, шкаф или что-то. На этом примере мне понятно, но давай, что бы я тебе. Теперь из одной категории. То есть, и то, и другое – это строительные принадлежности. Я ей говорю, ноутбук – это как компьютер, только переносной. Все. Окей. Планшет – это как компьютер, только переносной и еще более переносной. Окей, так. Теперь смотрим предметы… Примеры, которые он нам предлагает здесь. Видим похожее в другом свете. Скобка – гнездо. Но Nest – это, видимо, вложенность. Что, при чем здесь вложенность? Ну, в общем, аналогии типа вот того же самого. Грубо говоря, вот… А, Nest – это, похоже, конкретное приложение. Хорошо. Термостат Nest. Он выглядит как реальный термостат, но по факту уже космическое дерьмо. Что, кто он выглядит? Вот я гуглю. Nest Thermostat. Так. И это стопудово, да, да. Это просто, ну, умный дом, умный термостат. 16 косарей такое дерьмо стоит. Это Прил? Нет. Я так понимаю, что это все-таки… Физическая штука? Комплекс программно-аппаратных средств. У тебя и Прил, и сам термостат, который ты с телефона дать. С телефона, естественно. Но там и механическое дерьмо, которое ты устанавливаешь из нержавеечки. Так. И с Прил его контролируешь. Ну, то есть, умный термостат, мать твоя. Ты не руками подходишь, его выключаешь, включаешь, И он выглядит как что? Он выглядит как реальный твой, мать, термостат. Просто, ну, с LCD-дисплей. И управляется с помощью, там, Wi-Fi и так далее. Или Bluetooth. Хорошо. Короче говоря, это обхайтечивание. Это высосанное. Вот это аналогия. Вот это первая аналогия, высосанная из пальца. Возможно, из письки даже. Давай дальше. Следующий. Дальше. Помочь людям понять новые концепты. Facebook, сказано, сделан был по аналогии с MySpace. Ну, окей. Ну, просто потому что MySpace это первая социальная сеть, а Facebook вторая. Окей. То есть, опять же, ну, давай назовем преемственность, так скажем. Угу. То есть, ну, здесь нам показывают типичный MySpace профиль пейдж. Действительно типичный. Согласен. Я причем даже и помню. Я бы поставил даже себе такой бэкграунд. Согласен. Я просто, когда еще сильно интересовался музыкой, и были некоторые инди-исполнители, которые еще на MySpace начинали выкладываться. И я еще застал вот эту вот эпоху, 2009, может быть, даже 2007, верните. Там было это еще все. И Facebook, он по аналогии с MySpace был место, которое можно кастомить, но не позволял так сильно кастомить. И здесь дальше пошел, что Facebook использует аналогии с физическим страницей профайла, ну, типа, там, в книгах. Да. А это уже, то есть, не аналогия, это уже метафора пошла. Бабич запутался. Шок, сенсация. Ладно, аналогия с MySpace мне понят. Clear, simple MySpace они сделали. По аналогии, но улучшили, там, доработали. Но это уже метафора, когда он про бумажный профиль ФБРовский говорит. Дело Никиты Тарасова. Понимаешь, в чем дело? Об самоизнасиловании, автоизнасиловании, как автогол. Не, ну, слушай, 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 слушай. Он же говорит это-то отдельно от того, что с MySpace он сравнивает. Отдельно, но он все равно называет это аналогией. Хотя в его же, вон, подпись, подпись, под картинкой. Так. Facebook used an analogy with a physical profile page for user digital profile. Это он дурак. Это уже метафора. Это он что-то запутывается сам себе. Я говорю, шок-сенсация, Бабич запутался. И запукался еще, возможно. Ну, хорошо, я уже вижу вывод. Да, вывод, что нужно использовать и метафоры, и аналогии для того, чтобы упростить. Ну, грубо говоря, как всегда, конечная цель, чтобы юзер понял, юзер пользовался. И вот иногда не так это полезно, использовать только метафору или только аналогию. Нужно совмещать, нужно думать, головой использовать, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот помогло ли тебе, вот, ну, короче говоря, нет, тема неплохая. Я понял его идею. И на самом деле я сейчас второй раз прочитал и тоже уже нормально понял. В конце он сбился немножко. Как сбитень. Да, я его идею понял. Я не понял его нескольких наездов, которые мы с тобой обсудили. По поводу, ладно, скрепки еще хрен с ним, но по поводу iBooks я вообще не понял. По поводу iBooks я как личное это предательство воспринял. Вот. Я не знаю, как после этого вообще тема Бабича обсуждать. Как ему в глаза смотреть, да. Вот в курильке. В курильке. Или в курильне, или в парной. Да, но я, давай так, хорошо. Когда есть какое-то противопоставление, какой-то версус, батл, аналогии против метафор. Так. Так что же круче? Или для каждого случая нужно свое использовать? Возможно, нужно вот как Facebook использовать и аналогию, и метафору. Аналогию для того, чтобы, объясняю, это в принципе я сейчас, блин, это гениальный вопрос, хороший вопрос. Ну-ка. Я придумал, аналогия нужна для того, чтобы привлечь юзеров из этого, из этой же среды, чтобы, ну грубо говоря, ты делаешь в ВК сторисы по аналогии с Инстаграмом, чтобы перетянуть, согласен, прям жесткий пример, да, чтобы перетянуть ту же самую почти аудиторию, но просто в свой прил. Так. То есть, грубо говоря, в Сбербанке по аналогии с Тиньковым сделали хорошее, крутое приложение для того, чтобы все тех же банковских юзеров переманить. Но, когда ты в приложении банковское делаешь в форме сберкнижки, это уже метафора, и оно нужно, чтобы новых пользователей из кардинально другой сферы заманить. Чтобы стариков заманить. Да, то есть метафоры для того, чтобы перетянуть аудиторию кардинально другую, аналогии для того, чтобы переманить уже существующую, но, как бы, вот, пользующуюся конкурентами, да. Хорошо, я думаю, что... Слушай, прям круто. Мы, возможно, превзошли бабичек, как ищевики превзошли учителя. Да, 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 мне тоже так кажется. Надо ему как-то это передать. Передайте кто-нибудь, напишите ему в комментариях, что пацаны из Ювепдизайна развили тему. Хотя он уже на Smoshin' Магазинсе публикует, все, до него не доплюнуть. Не доплюнуть. Так, у нас сейчас начинается блок вступительный, раз мы закончили первую тему. Организационный момент, да, так называемый. В общем, у нас есть сайт uvpedesign.ru, на котором вы можете предлагать темы к следующему подкасту. Сегодня у нас несколько тем попали в подкаст из ваших предложенных. Из ваших предложенных я четыре перенес на следующий раз. Они вкусные, хорошие, и они будут именно первыми в следующий раз на кандидатами. На вылет, скорее всего. Естественно, на вылет, да. Поэтому обязательно предлагайте, мы не забываем ничего. Никто не забыт, ничто не забыто. Это, во-первых. Также на uvpedesign.ru, там же справа, вы сможете найти ссылочки для регистрации на сайте. Чтобы зарегистрироваться и оставлять еще проще комментарии, легче, удобнее, надежнее. Я не помню, я шутил уже на эту тему, что когда у вас полицейский на улице будет спрашивать регистрацию, ее веб-дизайновская тоже прокатит. Всегда прокатывает. У меня обычно вообще. Вот да. Без вопросов вообще. А, все, извините. Счастливого пути. Да, кроме этого, у нас есть чатик в Телеграме. Чтобы в него вступить, надо в том же Телеграме написать веб-сайне в личку. Да. Пишите. Жду вас всех. И что еще? Стикеры у нас есть. Да, у нас есть стикеры. В паблике vk.com.ru slash uvpedesign можете заказывать два стикера, либо тот, либо тот. Ну, можете заказывать хоть сто стикеров. Но именно два разных у нас есть. Один uvpedesign, который с логотипом uvpedesign, с планеточкой. И один uvpedesign нашего сайт-проекта про игры. uvpedesign.ru slash donate. Поддерживай проект. Это просто уже. Это уже пятая тема в нашем блоке вступительном. Ну, все. Мы сказали классическую информацию. Идем в дизайн. Кстати, можете, если вы ничего не понимаете вот в этом вступительном ролике и думаете, что за бред мы несем, напишите в комментариях, если вы что-то сомневаетесь. Мы обязательно подскажем. Саня отвечает на каждый комментарий. Заставляет себя каким-то там абрыганом, которые нас поливают говном отвечать. Да, да. Хотя я порой уже начинаю их просто посылать. Да? Ты уже начинаешь? Ну, наконец-то. Ну, все. Ну, мы пришли к этому. Да. Потому что, ну, серьезно. Мы же здесь для вас контент делаем. Какого хэ вы вообще еще что-то говорите? Согласен. Но хорошее мы всегда приветствуем. Спасибо всем, кто пишет добрые слова. Это прям... У нас, кстати, еще есть worksobaka.uwebdesign.ru. Если вы знаете, хотите нам такую тет-а-тет... Телегу, если хотите накатать. Да, накатать тет-а-тет телегу какую-нибудь, то worksobaka.uwebdesign.ru прям вот то самое, где мы увидим ее. Да, обязательно. Ну, это то же самое, это калька с uwebdesign.ru slash contact. Да. Где в удобной контактной форуме вы можете все в ту же почту нам заслать чего-нибудь. Перелинковали по-дикому. У нас следующая тема из дизайна называется дизайн крутых таблиц. Вот так у меня записано. Да, так и есть. И вот такие темы я люблю. Почему? Потому что здесь практически нет ни единого слова во всей теме. Пишет Эндрю Койл. И он, кстати говоря, какой-то крутой чувак. Как обычно. Как я обычно люблю их представлять, какой-то крутой чувак. Да, это прям у нас, как на MTV, вот эта вот подпись с регалиями. И там вот просто про него было бы написано какой-то крутой чувак. С регалиями. Возможно, да. Я когда тоже буду, когда знакомишься с родителями девушки, ты просто какой-то крутой чувак. Вот у меня есть. Вот, да. И, значит, Эндрю Койл представляет нам отличную тему, в которой говорит, что сейчас же новая эра. Сейчас big data. Сейчас так много всяких данных витает везде в интернетах. Все любят так работать с данными. Их так любят обрабатывать, хранить, смотреть на них, что просто без таблиц в вебе нам не обойтись. Да, никуда мы от этого не уйдем. Это метафор. Таблицы, они нас и в реальной жизни без веба преследуют. Поэтому в вебе тоже без них никуда. Особенно в каких-то больших, крупных, нагруженных веб-приложениях. Да. И, кстати говоря, в таблицах не обязательно должны быть данные, как вы, допустим, привыкли видеть. Есть таблицы, например, там, я не знаю, с ценами. Там цена товар и цена, например. Не обязательно. Вот есть какие-нибудь таблицы, например, расписание чего-нибудь. Это тоже будет таблица. То есть, если какое-то большое расписание нескольких групп, условно-музыкальных, например, да, это тоже будет какая-то большая таблица. Даже сет-лист какой-то музыкальной группы, это будет таблица. И он, Эндрю, нам говорит, давайте представлять таблицы по-разному. Как, вот не как душе угодно, а как круче будет для пользователя. Но, естественно, он не говорит, какое лучшее решение, потому что решений много. И вам нужно просто думать, какое из них выбрать, какое подходящее для вашего случая. Поэтому переберем несколько. Как в теории большого взрыва, Шелдон комиксы перебирает. Вот так же переберем сейчас несколько. Давай попробуем. Прямо еще целлофановые такие, не запакованные. Наоборот, запакованные. Первое. Фиксированный header. Ты вот зачитай топ-хайлайт. Мне кажется, это важно. Топ-хайлайт. Good data tables allow users to scan, analyze, compare, filter, sort and manipulate information to derive insights and commit actions. Вот теперь можно идти дальше. Короче, ну короче, вы поняли, да? Первое. Fixed header. Зафиксированный заголовок, так скажем. Правильно же будет говорить в таблицах заголовки вот эти вот? Правильно говорить для первых? Ну, я бы говорил заголовок. Заголовок один, заголовок два. Да, да, да. Так вот, зафиксированный заголовок. И посмотрите, как здесь гифочки. Это гифочки? Думаю, да. Да, приложена гифочка, как перемещаться по таблице с фиксированным заголовком. Здесь, по-моему, много говорить не надо. Он действительно зафиксирован. И вы перемещаетесь именно по контенту, чтобы глазами, так скажем, сопоставлять заголовок с контентом. Просто перемещаться. Идем дальше. Горизонтальный scroll. Горизонтальный scroll, это, так скажем, если заголовком является левая первая колонка, например. Или там левые две первые колонки, там три первые колонки, несколько колонок. Практически хедер, опять же. Только тут, наверное, это какая-то ключевая информация все равно. Да. Например, в Google Doc'ах, я точно знаю, очень легко пинить вот эти вот колоночки. Наверняка в Excel'е так же. Я не помню, как это в Excel'е делается. Но в Google Doc'ах ты пинишь просто именно колоночку, или там две колоночки условно, и вот так передвигаешь. Не пользовался ни разу. Я просто вот сейчас представил себе торрент-клиент. Меня это мучает постоянно, что когда я скроллю вправо-влево, там сколько когда добавлено было, сколько роздано, какой там рейтинг, туда-сюда. Я уже забываю, на какой строчке, на самом деле, какой был торрент. И вот если бы пинился именно заголовочек вот так, то прямо было бы круто. Это вот в iTunes'е, когда песни я смотрю, и там тоже много колонок, рейтинг, когда добавлено, какой из каких трек, год, артист, альбом. Ой, это страшно. И я уже забыл, а трек-то это какой, где там у меня сердечко стоит и пять звезд. Вот если бы пинилась первая колонка с названием, было бы вообще шикарно. Ну, я думаю, что iTunes'у нам, конечно, если бы мы сейчас начали говорить наши пожелания iTunes'у, то... То мы бы за три часа вышли вообще в легкую в этом подкасте. И я думаю, вы бы еще столько же комментариев написали, что три часа зачитывать, поэтому да. Да. Изменения по размеру колонок. Resizable columns написано. И я не знаю, на самом деле, наверняка это спокойно какой-нибудь дживоскриптовой библиотекой делается. jQuery'ной какой-нибудь библиотекой. Вот. Когда вы можете прям пользователь спокойно вперед и раздвигает, как бы это сексуально не звучало, раздвигает колонку одну из... То есть делает ширину пошире, поширеше делает. Допустим, например, если не все влезает, не весь контент, есть сокращение какое-то, и пользователь хочет посмотреть, что же там все вообще. Можно всех посмотреть. Далее. Row style. Это именно абзац про то, как же делать строки. Как же делать крутой стиль строк. Крутой. И предлагают. Например, можно zebra stripes делать. Zebra. Zebra stripes, да. Это когда, ну вы сами понимаете, это когда как зебра ваши строки. Они одна немного с бэкграундом, другая немного без бэкграунда. И так вот одну через одну они воспринимаются глазом зачастую лучше, чем просто мясо тупое из строк. Согласись? Согласен. Я согласен. Я быстро вклинюсь. Была где-то статья, я не помню, мы ее обсуждали или я видел, где опровергалось, что вот эти зебра таблицы это полное говно. Да? Я не помню аргументов, я просто сейчас скажу, если вы это знаете, напишите в комментариях ссылку, в следующий раз обязательно обсудим. Потому что там прям вот была целая статья о том, почему... Разгромная. Почему, да, прям вот, опять же, шок и сенсация. Почему zebra stripes, это вот не выход вообще. Только white stripes, круто. Да, конечно. Пум-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Line divisions, например, не joy division, опять же, а line divisions, то есть нужны нормальные разделители какие-то, опять же, в стиле подходящие вам. Ну, с этим, вот с этим соглашусь. Иногда даже, вот допустим, есть какая-то очень большая таблица в столбик 50, допустим, строк. И между некоторыми я делаю даже не тоненькие границы, а еще и толстенькие, чтобы логические блоки отделять и сканировать удобнее было. Потому что главное же это скан. Ну да. Как в хайлайте нам написали. Да, как в хайлайте нам написали. Поэтому иногда я еще эти границы разные толщины делаю, но обычно двух. Больше двух толщин уже как бы сложно воспринимать головой. Поэтому вот да. А free form, это же свободная форма, я не очень понимаю. Free form, это, я так понимаю, то же самое, что resize. А, окей. Но это не точно. Хорошо. Так. Дальше. Display density. То самое слово, которое обозначает какое-то пространство. Плотность, плотность. Плотность, плотность, да. Здесь показано, вот, например, вот такое вот деление по плотности. В три деления в разных. Ты можешь делать строки, я напоминаю, это у нас row style. То есть, стиль строк. Например, делать их очень плотными. Более разряженными, разряженными. И вообще такими толстющими, прям высокими. Ну, и это для разного подходит. То есть, если нам надо, так сказать, всех посмотреть и побыстрее, то мы делаем узенькие. Конечно, сканирование затрудняется в этот момент, но полная картина мира зато понятнее. Я, кстати, нигде не видел, чтобы такое было реализовано, и это прям вообще хорошо. Да, чувак, на самом деле, гениальные вещи советует, но хрен знает, кто это будет реализовывать еще. Ну, слушай, он хотя бы до уровня гифок это смог реализовать, значит, в принципе, это уже реально. Ну, да. Дальше он, дальше следующий раздел уже после row style. Visual table summary. А, или это все еще row style идет? Ну, в принципе, это как бы нет, это уже стиль, это уже стиль всей таблицы. Это уже, да, это круто, просто что... Просто у вас есть, да, у вас есть контент, именно который в таблице находится, но его же можно еще отобразить как-нибудь в форме графика, в форме вот этого пайчарта сраного, который на самом деле сраный. Ну, здесь еще какие-то храмы. Да, гистограммы. Вот. Главное, чтобы не инстаграмы. Угу. Не истории, да? Конечно. Это наверняка улучшит просмотр и скан, как тот самый скан и аналайз 100%. Анализировать данные будет намного проще с помощью гистограммы, чем просматривать их по числам просто. Иногда даже уже и просматривать, можно не просматривать. Посмотрел вот этот вот топчик, и уже вот не все будут вгрызаться дальше в тело текста. Я даже, знаешь, что я думаю, вот такую хреновину, ее бы круто делать чувакам, которые вот, например, если ты дизайнишь что-нибудь, опять же, для финансов, вот такую маленькую письку сделать. И как бы людям нужна таблица, да? Им нужна таблица. Но если ты еще добавишь гистограмму, они вообще рады будут. Они такие, о, так тут что, можно прям падение посмотреть, что кого, чтобы даже не вникать, вцифровать. Даже линию тренда ты там нарисуешь, чтобы они примерно понимали, что дальше будет. Чтобы она всегда росла по умолчанию. Шутка-вспышка. Пока ты в интернете сидишь, жизнь мимо проходит. А я потом погугли, что там было. Пошли дальше. Погинация. Погинация. Это прям вообще шикарно. Естественно, никто вас не заставляет, если у вас, допустим, очень много данных, делать и вываливать на вашу страницу сразу 100 миллионов тысяч строк данных. Конечно же, никто. И тем более, я вам больше скажу, это даже бэтпрекис, если вы вывалите так много строк. Это бэтперформанс еще будет у вас. Ой, да. Ой, да. Ой, загружаться это будет очень плохо. А возможно, даже прям страница будет отваливаться. У нас были такие случаи. Бывали прецеденты, да. Мы, конечно, выкладывали много библиотек, где там подкеширует и вываливает их только при скроллинге эти данные, чтобы не лагало. Есть решение. Но вот погинация, на мой взгляд, еще чем хороша. Можно соседу по офисному столу еще сказать, слушай, посмотри там вот в такой-то таблице. А где там? Ну, короче, вот на четвертой странице. И четвертой странице при 20 строках там изи найти среди этих 20. Согласен. А если ты просто... Ну, короче, я скроллил примерно секунд 5. А как ты скроллил? У тебя какой сенс у мышки? Да, да, да. У меня на тряпке уже. Ну, потому что сенс мышки уже... Ну, просто видишь, да, вот именно эта погинация, она добавляет структурности в вашей таблице. Вот реально. То есть у вас становится такой массив. У вас что, не объекты все это тупорылые, а массив, как мы недавно рассматривали в прошлом подкасте. Массивы, объекты, жилые кварталы. Далее. Hover actions. Это... Ты имеешь в виду хувер? Хувер. Обычный хувер. Так. Который... Собственно, это стандартное наведение какое-нибудь в таблице, которое добавляет какую-нибудь функциональность. Например, несколько кнопок прям показывает нам, что вы можете хоп и удалить какую-нибудь строку. Это согласно. Это согласно и я. Все, нормально. Я погнал даже к концу дня. Это круто, я хотел сказать. Это вот... Не нужно это показывать всегда, во всех строках. Это вообще наблевать, если во всех строках показывать. Это прям вот, ну... Конечно, может быть, какая-то категория пользователей даже не поймет, что эти действия есть. Она просто не будет наводить ни на что. И не увидит. Ну и хрен на этих дегенератов. Идем дальше. Согласен. Ну, inline editing — это просто, что можно редактировать просто построчно. Пойдем дальше. Не будем задерживаться. Expendable rows — это типа вываливающиеся, так скажем, вываливающиеся строки. Я вижу, да. Вываливающиеся строки. Какие-нибудь с пояснением, например, какого-нибудь продукта. Да, я так понимаю, тут какой-то details там указаны. Да. Опять же, quick view — это практически то же самое, просто по наведению. Да, здесь сейчас будет целый блок. Как можно вывалить details про конкретный пункт таблицы? Да, как можно вывалить? Вот, например, как можно model обычным модальным окном вывалить? С закрывающимся. А можно мультимодальными окнами несколько пооткрывать? Вот что-то мультимодальные окна мне, конечно, страшным выглядят, но все равно. Страшно, но хочется иногда сравнить. Хочется. То есть, особенно если мы говорим о финансовых каких-то... Ну-ка, показатели за первый квартал, договорающие средства. А если ты банку собираешь? А? Как тебе? Компьютер? Да. И что? Я просто... Я почему говорю компьютер? Потому что где бы я ни был, кроме Челябинска, никто не понимает, когда я говорю банка, что банка — это компьютер. Согласен. Но нет, вообще, обычно банку когда собираешь, там сравнение-то идет внутри на одной стороне. В границе просто разложено несколько банок, и ты такой, ха, чё там мои семьи опять? Когда банки собираешь, важно их сплющивать поплотнее, чтобы в пакете больше места оставалось. Да. Вот. А тут, а тут, именно несколько окон у тебя модальных возникает. Ну ты, они же передвигаемые. И ты можешь все равно их как бы расставить, так попередвигать, как запинить на пробковой доске. И всех посмотреть. Да. Ну ладно, чё мы, нам нравится, поэтому чё мы спорим? Нравится. Девочки, не ссорьтесь. Road Details. Тоже вот, опять же, вываливающееся дерьмо. По-разному вываливающееся делают модальное окно, по-всякому. Даже не модальное окно, а именно вываливающееся такой спойлер, или как его назвать. Мы с тобой сейчас весь этот пункт пройдём, а мы уже прошли до Sortable Holmans. Тебе какое больше понравилось Details? У меня какое-то одно из первых. Если честно, и я сейчас скажу тебе какое. Вот тебе тогда. Мне по бреду, по бреду, мне по бреду Expendable Rules нравится. Ну, да, да, может быть. Мне мультимодал, я сразу скажу, чтобы... Вот когда много порождает? Да, чтобы я мог всё-таки расставить и сравнить. Может быть, да. Далее Sortable Colms, что делать именно сортировку, как это все любят, сортировать по строкам. Чтобы просто ваша таблица, она хотя бы стандартные хотелки учитывала, которые люди любят в Excel сделать, там, в Google Doc. Мне кажется, именно вот сортировку уже сложно сделать, уже тривиально. Ой, не тривиально. Уже тривиально. Ну, как вы, опять же, есть стопудово 10 миллиардов решений. А что вот именно? Ну, просто, понимаешь, это надо успеть обработать вот этот массив данных, который тут. А если он подкэширован, то сортировать-то он будет только вот те 10, которые тут он видит. А если он... А нам-то надо весь массив перебрать. Поэтому это как бы... Если у тебя погинация уже сделана. Вот, да. Это скользкий вопрос. Я думаю, в Excel пол исходного кода — это сортировка и фильтры. Да. А вторая половина — это диаграмма. Ну вот, базовые фильтры нам предлагают, что сделайте хотя бы какие-то базовые фильтры, например, по дате, например, по статусу, как здесь сделано. Далее. Вот очень сильное углубление фильтры. Прям открыть колонки, фильтрация колонок, чтобы круто... Да, вот этот больше либо равно, вот этот там туда... Ну, как бы, да, по нескольким значениям комплексные фильтры. Поиск по колонкам. Угу. Это практически как фильтры, только поиск, еще круче. Такое я видел, опять же, реализацию. Вот именно searchable columns я видел. Ну, опять же, это не сильно помогает. Вот это... Если вот это все реализовать в одном каком-то приложении, то ты Цукербергом сразу станешь. Ну, нет, если у тебя все приложение только про эту таблицу... Ну, да. Согласись, надо ей уделить много внимания. Вот, например, здесь есть такое, как add columns. И это вообще до свидания. Добавлять колонки в таблице. Я не знаю, кто это вообще делает. Хоть когда-нибудь. Слушай, допустим, у нас в таблице по умолчанию есть 15 колонок. Ну, точнее, не по умолчанию, а есть. Есть data по 15 колонкам. Но по умолчанию включены только 5. А остальные ты просто можешь, так сказать, из доступных выбрать и добавить для себя. А, ну, а если по жизни их добавлять? Ну, если по жизни, ну, ты добавишь и будешь заполняться, как придурок, у всех 20 тысяч. И даже будет сохраняться, и нормально, как бы, да. Но, опять же, есть же не только на просмотр, но и на редактирование, грубо говоря, эта хрень. Ну. И тогда вот на редактирование тетка новую таблицу открыла. И она просто насоздавала колонок, начала их заполнять, а вторая тетка уже ее открыла, отсортировала, отфильтровала и отпоисковала. Да. Ну и последний пункт. Customizable columns. То есть ты можешь отключить, включить какие-нибудь, поменять их местами. Вот так, drag and drop'ом, как нам предлагают. Ну и жить себе. Это, кстати, важно. И сохранить как пресет. Это, кстати, прикольная тема. Наталья Павловна, опять же, назвать его. Да, да, да. И все. У нее первая колонка цена обязательно. Не, у нас Наталья Павловна, она в Diablo играет. У нее первая колонка это дамаг. Ага. Вторая. Устойчивость. Вторая, да. И что выпадет из нее потом третья. Ну вот так. И в конце нам, собственно, Эндрю говорит, почему же все-таки таблицы имеют значение, как размер. И да, он говорит, что у нас все сейчас вообще классненько, все на таблицах работает. Мы прям, блин, должны учитывать каждый экспириенс, каждого человечечка. Небольшого, маленького. И поэтому, господа, работайте с таблицами опоравильно. Он нам здесь говорит о том, что, в принципе, в любой сфере есть таблицы. Будь то глобальная экономика, какие-то промышленности старые, типа энергии, медиа, мануфактуринг, то есть производство всякого, логистика, здравоохранение. Да что там говорить, везде есть таблицы. Везде есть сейчас накопление данных, big data, и везде в основном предлагаются таблицы для хранения, обработки и распространения, естественно. Да. Ну, собственно, вот так вот Эндрю и рассказал нам дизайн, мы его закрываем. Какой-то крутой чувак. Какой-то крутой чувак. Светские новости. Я ему залайкал, и здесь там 4000 лайков с хреном, 4074, если быть точным. Ух, светские новости, ух, я не знаю, надо по ним лететь, бежать. Давай. Хотя бы всего 46 минут в эфире, несмотря на мой Зев и Зев. Вот да. Зев воспаленный. Познакомимся с WannaCry поближе. Познакомимся с Хотеть плакать поближе. Все мы слышали, наверняка. У меня даже батя быстрее меня услышал. Классика, классика, когда наши батя быстрее нас что-то нам говорят. И подбегает ко мне, тятенька, тятенька, в сенях там WannaCry. Я говорю, бать, что там за хрень? Он говорит, да там что-то все взломали, хакеры, опять на Россию все думают. Ну вот. И да, и вот этот зловред, как здесь будет написано, как главред. WannaCry, вот этот вот вирус, который был запущен не так давно, как я понимаю. Атака программы вымогателя нанесла ущерб. Здесь немножко описывают поплотнее на Хабре вообще о чем. Кирилл Аножко предлагает нам. Он, кстати, веб-разработчик. У него, кстати, не Кирилька. Он говорит, та самая хреновина WannaCry, которая несла ущерб компаниям таким, как Федекс, например. Компания Телефоника, больницы в Великобритании. И вообще, и вредоносная программа, которая, кстати, ты знаешь, что она делала? Она. Вредонос. Вот этот вот. Зловред, это я, по-моему, придумал уже сам себе в голове. Вредонос. Умеет по TCP сканировать 445 порт. Ну, это классика всех вирусов-шифровальщиков. То есть, вот я, как системный администратор в корпоративном секторе, у нас... Я думал, ты как хайкер. Я как, да, как тот человек, на которого думают, да, в России. Нет, на самом деле, просто про эти вирусы шифровальщики всегда говорят. Регулярно приходят инструкции, там, не открывайте документы и так далее. Поэтому, да, да, я знаю, как они действуют. Но это не повод не сообщить нашим уважаемым зрителям и слушателям. Да. Так вот. Короче, 445 порт сканирует по TCP и распространяется как червь. Атакуя хосты и зашифровывая файлы, которые на них находятся. После чего он требует перечислить какое-то количество биткоинов за расшифровку. Мне интересно, люди, которые в больницах Великобритании работали, они хоть что-нибудь перечислили? За расшифровку. Хоть один биткоинник. Они вообще, откуда у них биткоины? У меня такой вопрос. Так вот, в связи с этой атакой всем организациям... Я думаю, это сделано, чтобы не палить, куда перечислять. Что не просто, как у всех шифровальщиков, но такой-то номер Билайна. Положите деньги и все. А, не так, да? Да. А чтобы все-таки биткоины, видимо, как бы незаметно это было. Так вот, и короче говоря, если ты хочешь, чтобы у тебя WannaCry не распространялся по твоей больнице в Великобритании, Сань, надо, чтобы везде винда была обновлена до конца. Да. Соблюдено условие. Также на них должны быть закрыты порты 139 и 445. У вас закрыты? Для внешнего доступа закрыты. Для внешнего доступа. Все. Порты используются протоколом SMB. Просто, а ну, понимаешь, внешний доступ почти везде через проксю, а на проксе они закрыты. Все, конец. Отлично. Отлично. Вот, немножко еще. Инфраструктурный анализ, господа. Исследователи из Cisco Umbrella, а Cisco это мы знаем в... В Сан-Фронтийску есть такая гениальная, большая хреновина. А Umbrella мы знаем в Resident Evil. Да, и вот вместе, если их соединить, это будет Cisco Umbrella, первыми заметили запросы к домену-выключателю. А домен-выключатель я даже читать не буду, досвидос. Короче, насколько я помню, там чувак, который это заметил, он по приколу этот домен оформил на себя. И ненадолго, точнее, он просто типа остановил... С помощью этого остановилось дерьмо. Распространение вона Краича. Вот. Тем самым, собственно, предотвратил. Но он даже и не понимал, он предотвратить не предотвратил. Он просто по прикольчику сделал это, и получилось. Короче, начались атаки 0.7-24 по UTC. А всего через 10 часов количество запросов уже превышало 1400 в час. Ну, да. Вот. И там, кстати, показана диагноз... У нас на юбдизайне все равно больше, конечно. Базара нет. Вот. Домены именно выглядят так, как составленное человеком. Так как большинство символов находятся на соседних рядах клавиатуры. И этот домен можно назвать выключателем, исходя из его роли в выполнении зловреда. А нет, все-таки зловред я не придумал. Было это слово в статье. Вот, да. Когда я читал. Да такое нарочно не придумаешь, как говорят. Согласен. Приведенный выше код делает попытку get-запроса к домену и в случае неудачи продолжает распространение. Вот, видишь, он запрашивает. Если есть, то говно. Если нет, то делать. Если запрос удачный, то программа завершается. Сейчас домен зарегистрирован на известную DNS-воронку, что заставляет прерывать зловредное действие. Зловред. Я не буду анализ зловреда вдаваться. Там досвидосик. И этот досвидосик, он даже не столько неинтересный, сколько очень неинтересный. Там какие-то... Ну, просто. Если хотите, можете почитать, поприкалываться. Как бороться? Опять же, давайте вернемся. Еще раз, я вам напомню. Убедиться, что все компуктеры вашей организации, использующей винду, имеют последнее обновление. Я так понимаю, на маке это не особо распространяется. Хотя, может быть, и распространяется, но там, наверное, обновления прилетают. Нет, не распространяется. И там на маках недавно другое было говно громкое. Но я почему-то не посчитал нужным это даже в темке включать. Хорошо. Как минимум обновление MS-17-0-10. Вот оно, видимо, закрывает этот прикольчик. В соответствии с лучшими практиками, любая организация, в которой публично доступен SMB, порты 139.4.4.5, должны немедленно заблокировать входящий трафик. Понимаешь, вот кто оставляет эти порты? Тот, кто вот у себя на работе расшарил диск. Тот, кто вон окраич. Просто папку гончаров у себя на работе расшарил. Хочет из дома на нее заходить просто по SMB протоколу через IP. На хрена так делать? Это вообще небезопасно. Это крайний досвидос. Даже RDP-то лучше порты закрывать. Remote Desktop. Протокол. Ну, короче, оставлять SMB открытым наружу, это в принципе дурной тон и бред. Ну, понимаешь, ладно, у нас в России все такие пораженные твари. А в Америке это же просто нормальная тема. Открыть вот так порт себе домой, чтобы ты... Ты дома, это... У тебя дом, может быть, там в 30 метрах? Ты дошел? И это самое. Да, да. Может быть. Воспомни в том колледжине, в котором мы жили. Там вот эти папки, там все. Там можно вообще вон окраичем просто схавать весь колледжин. Ну, там был... Как же звали-то чувака, который... Джон, Джон, который мне про Half Duplex и Full Duplex рассказывал в сетях локально. Ну, у него точно винда не обновлена до конца. А мне почему-то кажется наоборот. Думаешь? Помнишь, еще чувак был, который... Который в Photoshop, как бы уже CS3 давно вышел тогда или CS2, но он все равно седьмым Photoshop пользовался, потому что он его купил. И у него он лицензионный. Ну да, но это не значит, что у него обновленный Photoshop. У него далеко не обновленный Photoshop. Понимаешь, если бы он сейчас покупал, он бы просто Creative Cloud подписку купил, у него бы все обновлялось изи вообще, и все. Согласен. Я не знаю, возможно, они не в живых уже никто. Не хочу, не хочу так думать об этом. Они молодые просто еще были. Ладно. Ну ладно. Пойдем дальше, не будем. А то мы, как обычно, сейчас ударимся в слезы. Давай. Короче, на Борит Панда, на грустненькой пандочке. Такая большая реклама Vimeo сверху, что я думал, что это Vimeo. А это Борит Панда. А у всех всякое. У меня AppsFlyer, Ad Analytics. Короче говоря, на этом БоритПанде.com, да, здесь есть очень прикольная статья про то, как чувак говорит, что Photoshop сосет. И на самом деле, конечно же, это смешно. Он говорит, что не Photoshop сосет в основном, а крут его скилл в Paint. Представляешь? Так нет, он не говорит, что он в Photoshop сосет. Он не умеет Photoshop пользоваться, поэтому, как бы, делал в Paint. Ну, да, да. И он 10 лет потратил на то. Он работал, короче, в больнике. По-моему, да. В Hospital Reception Desk. В регистратуре. Я просто читал русский вариант. Да, ему настолько было нехрен делать, видимо, что он просто сидел, и у него, как бы, не было желания освоить Photoshop за эти 10 лет. Хотя за 10 лет он, возможно, сейчас бы уже бог был бы. Согласен. Он уже к диснеевским фильмам рисовал русавочку. Или Рапунцик. Потому что то, что он нарисовал в Paint, это охренеть. И он в Paint нарисовал иллюстрации для своей книги, которую он написал. Он написал книгу. Книга в стиле таких америкосов. Про то, как, типа, в лагере, в кемпе. Именно, ну, вы понимаете, какие кемпы в Америке, как, кто там. Скажи мне, обычно, чьи кемпы? Военные. Ну да, не военные, а как более... Бойскаут. Да, да. Нет, у самих-то военных тоже кемп называется. Ну да. Ну, а бойскаут это, в принципе, аналогия с военными, только с мелкими чуваками. С мелкими военными. Они же там выживают. Вот. И именно вот такой примерно лагерь. Но не там, где бойскауты. В бойскаутах все-таки все строго, а именно лагерь, где можно с телочками позажигать. Ну, как и наши лагеря. Только не те лагеря. Там-то нельзя с телочками позажигать. Вот. А именно, как детский обычный лагерь. И вот в таком лагере появляются, как любят обычно американцы, всякие злые хоррор-твари. Потому что они фонарик вот так снизу-вверх направляют и рассказывают. Там шоу, там говно. Вот он, я сейчас сам испугался. Scary stories всякие рассказывают. И он написал про это рассказ прикольненький. Я даже уверен, что он достаточно забавный. И по такому рассказу, знаешь, любят сделать какой-нибудь фильм, который попадет в ТВ-3 потом ленту новостей. В ТВ-3 ленту, да. Фильм такой прям вот низкобюджетный такой хоррор. Прям, ты понимаешь, парень с девушкой лежат в отдаленной комнате и пытаются поцеловаться первый раз. И к ним заходит какая-нибудь тварь с топором. Ну, классический. Я понимаю, да. Вот. И он нарисовал иллюстрации вот к такому вот рассказу. Книги в Пэйнте. Обратите внимание. Сразу же первая иллюстрация. Ты показываешь? Угу. Там вроде бы они едут, видимо, в этот кэмп. Скорее всего. На машине их, наверное, везут родители, как обычно. Давай, Джон, повеселись там от души. Отдохни. Вот. Хотя на самом деле веселиться будут родители, пока его не будет. Пока... Да, согласен. Пока за ним чувак с топором будет бегать. Следующее. В каком-то ангаре в таком, видимо, где тусят чуваки в кэмпе. Угу. Вот в таком ангаре. Вы посмотрите, как в Пэйнте это нарисовано. Это достойно мультфильмов, типа... Даже не Симпсонов даже, а такая прорисовка прям конкретная. Лучше, чем в Соус Парке в последних сезонах. Это ты, конечно, загнул. Там гениально. Лучше не бывает. Мне Гриффинов рисовку напоминает. По крайней мере, по цветовой камере. А мне этого как его... Американского папаши. Да, да, да. Ну, это оно из одного, да. В стиле. Возможно, американцы, они все вдохновляются этими сериалами. Вот. Делают примерно в одном стиле. Следующее. Вот очень классные такие цвета, использованные на следующей иллюстрации. Все такое в закатном цвете, да. Видно, что закат какой-то. Подожди. Оранжевое. Все такое. А, твою мать. Я, понимаешь, перед ангаром смотрел еще, где они едут на этой. На машинке. У меня все зависло, но ты продолжай смотреть. Ты хотя бы... Ладно, машинка. Ну. Ты хотя бы посмотри после... Ну, ты ему на машинку посмотрел, на ангар посмотрел. Вот, да. Тогда ты на ту и американские папаши. Просто перед ангаром Гриффины. Вот, вот. Тут-то уже стопудово американские папаши, вообще не возникает никаких сомнений. А на третьей? Конфискованные вещи там еще есть целые, этот... Не помню, как называется. Футлокер, вспомнил. Вот. Вот, да. Вот, тут закат, вижу закат, да. Закат вообще охрененный. Американские папаши. Ну, конечно, блин, угловатые противные твари нарисованы. Угловатые противные твари в кепочках, но... Но! Согласись, что в пейнте для пейнта это гениально. Вспомни, как мы в пейнтах рисовали. Рэп пишешь этим баллончиком? Да, нормально. И все, и тебе ничего не надо. А тут, смотри, у него даже на столбах написано том 82. Очень много. Я уверен, это огромное количество часов. Здесь много дитейлсов проработано. Дитейлсов обосрешься. Серьезно. Да и, ну, опять же, ему бы вот все-таки освоить фотошоп. Фотошоп. Да, и он наверняка в фотошопе сможет эту стилистику еще лучше обыграть. Конечно, он просто, ну, блин, дальше уже вот космос. Но для него, по нему сложно, фотошоп сложно. Я буду в пейнте доречить. Да. Но он, видишь, он вбил в одну точку и смог. Базара нет. Он прям, он крутой. Но вот такой потенциал. Он же видит эти тени полутона. Он же сочетает все очень круто. Да. Сами сюжеты, они прям поражают воображение. Ты можешь обсудить пока четвертую картиночку. Что там нарисовано? А я пока загружаюсь. На четвертой картиночке, несмотря на то, что здесь опять лагерь с детьми, они там в конверсах лазают. Лагерь это нормально. У них там лагерь тоже, возможно, припрятан где-то под кроватью после восьми. Да. Так вот, там кто-то в немецких касках лезет почему-то. Ну, хотя, на самом деле, нет, это типичные каски, в которых во Вьетнам ехать. Что я говорю? Но они играются, что ли, типа, или что? Они, как тебе сказать, там... А страшилки-то когда начали? Страшилка там уже. Там дерево, которое на водопаде растет из скалы. Так. Из отвесной. И они по нему карабкаются, потому что они вместе с ним либо упали, либо я не понял, какого. Я вижу, там везде еще гроза, плохая погода, буря, кал. Вот. И они в касках по бреду. Я продолжу эту тему разматывать. Ну, тебе нравится, что они в касках? Да, я не знаю. Но мне напоминает по стилистике плакучую Иву из Гарри Поттера. Да, может быть. Просто там тоже именно вот такое дерьмо было с веточками, которые не давало деткам там... Меня больше всего поражает масштаб этих картинок. Они огромные, с большим количеством деталей. С большим разрешением. С большим разрешением. И это все в пейнте, это офигеть. Вот, например, следующее, где чувак гоняется, видимо, как в форсаже. Я вернусь чуть-чуть к молниям. Молнии здесь нарисованы примерно как на обложке альбома black metal группы Thy Serpent. Хорошо. И вот прям там точно такое... Там тоже в пейнте. Там, скорее всего, там тоже стилистика очень классная. Там именно багряно-розово-фиолетовый закат и вот молнии такие. Ну ладно, мы дохрена это обсуждаем, на самом деле. Просто посмотрите на эти картиночки, вы охренеете. Если вы, чуваки, в фотошопе такое не умеете делать, то чувак вот это сделал в пейнте. Давай хотя бы... Нет, ну ладно, на последнее. Я просто еще хочу, чтобы ты мне потом сказал, какая у тебя больше всего. Последнее там наркомания. Последнее там реально из кэмпа, чуваки. Едут такие булли. Чуваки, они еще прокачали вот школьный автобус. Да, они еще проламывают шлагбау. До свидос, вакханали. Но там, конечно, видно, что угловатый противный тварь в кепочках. Сейчас я тебе скажу, какая мне нравится АА больше. ААА больше. Я так думаю, я так думаю, мне все-таки Закатная нравится. Хотя и очень классная. Вот у меня две любимые. Закатная и там, где они перед туннелем стоят. Да, да. У нас с тобой 10 из 10 совпадений. Туннель классный. Закатная и где туннель. Да. Во-первых, потому что я бы сам в такой туннель зашел, посмотрел, что там. Да. Даже не потому, что мне кажется, что там по сталкеру кровососы, контролеры и всякий досвидос. А просто потому, что там какая-нибудь посуда старая, какие-нибудь зажигалки, портсигары тех времен. Это прям прикольно. Круто. Круто. Я согласен. В касках. Даже к туннелю в касках подходят. Какого хрена. Ну, хотя, опять же, бойскауты военные, видимо, они как бы уже вживаются в роль, чтобы потом в Ираке погибать. Окей. Следующее. У нас есть много. Нам очень много предлагали тему. Два. Точнее, раза. Два разочка. Ну, это, в принципе, достойно называться очень много. Ничелентано предложил, написал, если будет время и желание, поговорите об этом. Думаю, в раздел дизайна зайдет. И VSGS CSS прокомментирует. А вот и Microsoft подошли со своей презентацией. Давайте всем расскажем и покажем, что ждет винда-юзеров. Как-то он нелестно отозвался. Во-первых, хочется сказать, давайте без давайте. Да, я не буду пользоваться их хренью. Имеется в виду их ссылками, их роликами на YouTube. Да, я воспользуюсь, собственно, найденным 3D-ньюсовским постом. Я открою его, потому что я его забыл открыть, на самом деле, до этого. Сейчас здесь поставлю отсечку. Там 3D-ньюсовская хреновина, она знаешь что? Это, наверное, самая короткая онлайн-трансляция, которую я вообще видел. Настолько у Microsoft скучная была презентация. Хотя это 3D-ньюс. Они не сильно маленькие обычно делают. То есть это нормальные журналисты, которые достойны уважения. Ну, видимо, для них винда недостойна уважения, для этих пацанов. Короче говоря, 10-го мая, 18-го МСК, была трансуха Microsoft Build 2017-го. Как же у меня лагает их сайт, просто досвидос. А у них очень много рекламы. У них... Ну ладно, давай, не буду тебя перебивать. Всего 3 лайка в Facebook, 2 в Facebook и 3 в ВКонтакте. Хотя, казалось бы, ключевое событие года компании Microsoft и одного из самых знаковых событий мировой индустрии. A Washington State Convention Center Seattle. Штат Вашингтон. Да, да. Выходит, сатья, как обычно, Наделыч, говорит, у нас все классно. Рассказывает о том, как последние годы изменилась наша жизнь, в том числе благодаря развитию технологии интернета. 500 миллионов активных пользователей Windows 10. Интеллектуальные облака у Наделлы. Вообще, будущей индустрии, по его мнению. Естественно, он... Он витает где-то в интеллектуальных облаках. Да, да. Судя по его прогнозу. Естественно, он пиарит демо своего нового Ажуи и от Edge, вот этого вот, новой платформы. Кто понимает, наверняка сейчас аплодирует. Ну, это умные облака, интеллектуальные, стопудово. Прям заходите в приложение в Azure IoT Edge и прям в космос улетишь. Дальше демонстрирует, как работает виртуальный помощник Картана, хотя казалось бы. Запущенный на умной колонке. Ну, умная у них все. Умная, умная. Наделыч сам умный и Microsoft у него умный. Еще одно впечатляющее видео рассказывает, как технологии, создаваемые с помощью Microsoft, помогают людям в стиле... С болезнью Паркинсона, в стиле Apple абсолютно. У них у всех такие... Ну, у огромных компаний, естественно, супер презентации про то, что они помогают всем людям с помощью своих технологий. Это классика. Следующий доклад посвящен Microsoft Azure. Azure, вообще все в Azure у них полностью. Ну, да, понятно, что если Microsoft направлен на облака, то они будут развивать свой суперсервис. Снова время занимательной статистики. 90% компаний списка Fortune 500 используют платформу Microsoft Cloud. Опять же, про Azure и Cosmos DB говорят. У них все Azure называется, потому что я сейчас посмотрю IoT Edge. Это про интернет вещей и просто про то, что у них их платформа умного дома тоже развивается, и все круто. Ну, и не только умного дома. Ну, короче, интернет вещей полный. Потом говорят про возможность разработки в среде разработки Microsoft Visual Studio. Для macOS вышла полная версия. Молодцы, молодцы. Всемирно известная компания Domino's Pizza также использует Microsoft Azure в своей работе. На сцену вышел исполнительный вице-президент Adobe, не с хрена, чтобы рассказать о использовании Microsoft Azure внутри компании. Вообще, просто полностью весь Microsoft Build 2017 посвящен ажур. Согласись? Ну, немножко картань. Ну, понимаешь, Azure и Cosmos DB, это именно, ну, их база данных, которая у них там захостина. А Azure Internet of Things, это просто на их облачной платформе интернет вещей работает. То есть, как бы, ну, все уходит в интеллектуальные облака по Наделлычу. Вот они и уходят туда, как корвет уходит в небеса. Искусственный интеллект. Данная тема также не была забыта на конференции Microsoft Build. Собравшимся демонстрируют, как ИИ помогает расширить функциональность программы PowerPoint. То есть, там, видимо, делают презентации с помощью искусства. Все еще делают с триггерами, с переходами между слайдами, конечно. Классика. Я жду уже, когда студенты будут с помощью ИИ делать свои презентации. А студенты и так уже с помощью Гугла их делают. Согласен. Как бы, а в Гугле уже есть ИИ, поэтому, в принципе, условия выполняются. Также Microsoft сообщили, что Intel и HP работают над продукторами с поддержкой Cortana. И мы ни разу еще не шутили, что Cortana накартавить должна. По идее, нет. Возможно, она заменит когда-то меня, я надеюсь. Ну и все. И потом завершилась презентация такая не очень долгая. Два с половиной часа. Да, два с половиной часа. Чуть больше, чем два с половиной часа. Шла презентация. И вот, собственно, вот такие новости. Сухом остатки. Azure, 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 Azure. Visual Studio Code. Финальная версия на Майке. Azure, Azure, Azure. PowerPoint. Paint еще. PowerPoint. PowerPoint. И последняя закрывающая статья. Светские новости. Это про спутник. Максиш предложил нам. Максиш, возможно. Может быть, Максиш, но я Максиш. Он сделал нам три темы, одну из которых мы возьмем. Первое. На roem.ru. Мы любим с роем убрать. Так что, знаешь, нас можно выучить легко. То есть, видно, что мы роем берем иногда. Можно подкидывать именно вот эти темочки. Да, в принципе, можно понять, что нас интересует. И гарантированно быть в каждом подкасте Максишу или Максишу. Да. Так вот, Клименко, Делицын, Засурский. Почему провалился спутник? Это такой заголовок у статьи на roem.ru. Короче говоря, спутник. Три человека просто дают свои комментарии, исходя из которых мы должны сделать вывод. Почему же провалился спутник? Значит, что такое спутник сразу? Спутник – это госпоисковик. То есть, поисковик, сделанный по заказу государства Российской Федерации. Вот. И накануне представитель Ростелекома заявил, необходимо будет внести в коррективы, в спутник, собственно, соответствующей действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Читай в скобочках – загибается. Эксперты же назвали низкими и прежние расходы на проект. То есть, вообще там, видимо, на пиво. Да вы нам и так денег не давали. На пиво с пиццей. Какие расходы унизить, снизить? Да. Клименыч говорит. Клименыч, во-первых, предвидел бессмысленность затеи. Я только не понимаю. Он не сказал? Нет, подожди. Вот по ссылке предвидел. Возможно, там он еще это говорил в 2012. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Потому что если он вчера это предвидел, то не счетово. 12... 012-012. Можно было закрывать проект уже в прошлом году, он нам говорит. Ну, это он уже вот просто постфактум. Я ничего, конечно. Я могу круче Клименко сразу было бы сказать, что можно закрывать этот проект, но это, знаешь, странно. Без подкрепления. Что не он не подкрепил фактами, что я сейчас не подкрепил. Я могу попробовать. Хотя там, ну давай, послушаем сначала мастодонтов. Короче, мастодонтов. И потом только... Потом нас, тупых просто. Марона хотя бы послушать. Ретарда. Да-да, нас, ретурдов. Короче говоря, Клименыч говорит, с момента создания этой поисковой системы было понятно, что в части сервисов это мертворожденное дитя. Поэт, поэт, лысый поэт. Лысый поэт. Чтобы сделать качественный продукт, требуются миллионы человека часов. На рынке нет ни людей, ни зарплат, которые могли бы позволить это делать. Далее, Делицыч. Делицыч. Он, между прочим, финам. Я не знаю, ты его погоняла. Вот да, ты так сказал, как будто ты сам финам какой-то. Я, если честно, иногда задумываюсь, не финам ли я. Так вот, он финам и говорит, давай ты пока узнаешь, что такое финам. Тоже указал на маленький масштаб проекта. Что уж говорить про проект, не являющийся революционным новым, работающий на зрелом рынке, все затраты на которые составляли не более 5 миллионов долларов в год, а это всего лишь на пиво и пиццу. Ну нельзя ведь вылезти со своим лариком против розничной сети. Вполне возможно, что спутник сможет оказывать услуги, сможет, здесь просто с в квадратных скобочках, сможет оказывать услуги некоторому числу корпоративных клиентов при тех инвестициях, которые владельцы считают целесообразными. Я просто тебе покажу, где финам в Челябинске находится, около школы моей. А, да, нифига себе. В центре у нас. Да, прям в центре у нас находится. И Делицыч. Ну и что этот финам делает? Ну, финансовая аналитика какая-то там, бла-бла-бла, деньги-деньги-деньги-деньги. Круто, круто. Может. И последний Засурыч. Засурыч – это заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака Московского государственного университета. На примере спутника обобщил. Так, подытожил. К сожалению, государство не только такие интернет-сервисы не может делать. А что-то он уже быдлит. Оно не может делать почти никакие сервисы, кроме госуслуг. Которыми занимается лично глава Минкомсвязи Николай Никифоров. А он умеет это делать. У госкомпании очень мало компетенций. Там, где речь идет о производстве продукта с потребительскими характеристиками, которые должны быть в общем конкурентном поле. Я никто не сказал того, что я хочу сказать. Даже Засурыч. Даже Финам. Засурыч приблизился. Ну, видишь, нет у них цели бабки заработать. Потому что куда они пойдут? В бюджет? Это была цель просто их обналичить. Ну, хотя бы, да. Не будем это говорить. А такие проекты, они делаются только с целью коммерческой реализации, монетизации и прибыли получения. Нет, ну давай так, давай так. Если бы Яндекс не хотел получать сверхприбыль на рекламе, они бы не развивали всю эту дерьмо никогда в жизни. Кого музыка, Яндекс диктовка? Кому это нахрен надо? Яндекс пробки? Да, если ты потом Яндекс навигатор и не сможешь показать рекламу блендеров. Хорошо, почему в спутник не встроить рекламу? Ну, потому что этим заниматься надо. А заниматься этим можно только за что? За деньги. А заработать их на чем? На рекламе. А у них не было цели сделать там рекламу. У них была цель по ГОСТу сделать поисковик. Ну, не, ну сделайте по ГОСТу туда рекламу, Путин. И Навального. Слушай, ты, возможно, им предложил идею сейчас. Версус Путин и Навальный. Ну, просто какой Версус? Где Путин и где Навальный? Ты что? Не, ну я бы рэп-баттл бы их послушал. 20 и восклицательный знак 8. Просто понимаешь, в чем дело? Смотри, давай так представим себе, как обычно. В вакууме коня у нас, допустим, миллионы долларов США. Того коня, на котором Путин скачет? Да. С полуголым торсом? Допустим, у нас нескончаемые бабки. Легко представить. У нас не так нескончаемые. Сможем ли мы спутник сделать лучше, чем Яндекс? webdesign.ru slash donate. Мы нет. Потому что у Яндекса уже сколько наработок-то с видосом. А засурушь сможет? Нет, ну хотя бы сделать какую-то изюминку, которая не будет лучше в чем-то. Конечно. Мы предложим людям с мозгами деньги. Мы элементарно пол Яндекса переманить сможем. Скажем, там-то вам приказывали чуть-чуть, а тут вы можете что хотите делать. Только сделайте круто. Согласен, согласен. И все, и пойдут вот эти тщеславные люди. Да, все за бабки, все за бабки. Ну ладно. Вот так про спутник поговорили, светские новости закрыли. Перерывчик. Спутник. Понимаешь, как бы уже есть определенные намеки. Но я согласен, что необходим перерыв. Прям как жизнь, как воздух он необходим. Кофе будем пить или нет? Обязательно. Я просто иначе не смогу ничего. Попали в ваши жопы, пацаны. Да, поэтому увидимся уже после небольшого перерыва. Идите тоже выпейте кофейку. Подойдите к вашей кофемашине в офисе. Ты имеешь в виду, подойдите к вашей кофемашине, к вашей стиральной машине и к вашей посудомоечной машине, то есть к вашей девушке, и обнимите ее. Обязательно. Потому что потом вам придется вернуться за свой рабочий стол с файлами, папками и... И слушать разработку сразу. Ресайкл Бином, да. Увидимся после паузы. У нас разработка, как обычно, начинается с того, что есть отличный хостинг smartape.ru. Чтобы на него зарегистрироваться, на него, чтобы на нем зарегистрироваться и использовать его в дальнейшем, мы рекомендуем настоятельно это сделать. Почему? Потому что это, во-первых, доступно всем. Во-вторых, это в России хостинг. Доступ быстрый. Если что, то ваш сайт на Украине заблокируют потом. Да, кстати. А хотя хрен его за. Да вряд ли. Ну фиг знает. Ну вдруг, вдруг ты другом Путина внезапно станешь, тогда тебя заблокируют. Ну если я, то это точно. Тогда тебе уже и похорена будет, скорее всего. Но youwebdesign.ru slash smartape и этот хостинг по нашей партнерке ваш. Если вдруг вы хоститесь на Windows операционной системе, скорее всего, smartape обновляют ее, и вы не словите WannaCry Virus. Ну, кстати, да. Как я высосал с пальца вот это. И спритянул за уши. Ну, как и каждая наша реклама smartape. В общем, еще раз. youwebdesign.ru slash smartape. Давай разработочку. Первая новость из разработки. будет, ну, во-первых, громкой. А во-вторых, она будет частично перекликаться с подкастом тысячемиллиордной летней давности, когда мы с тобой рассказывали о том, что ремы и емы – это хорошо. Так она, собственно, и не громкая у нас. Это ты сам сейчас придумал, что она громкая. Ну, она громкая. Ну вот я зачитываю. Ремы и емы. И почему, скорее всего, вам они нахрен не упали? Именно так и писал Дэвид Гилбертсон. И все люди, которые уже знают, все детишки, которые уже познали, что такое ремы и емы, сейчас воскликнуть. Какого хрена, Дэвид? Вот. И, ну, повторюсь, где-то 30 подкастов назад мы обсуждали, что все-таки они нужны. Да я тебе больше скажу. У нас это была главная тема. И у нас это можно легко найти. Это прямо на обложечке было. Я тоже помню. Тогда еще не космический дизайн был, а песочный. Давай. Как часы. Так вот. Дэвид Гилбертсон нам говорит, что вы наверняка уже слышали про емы и ремы. Что они круче, чем старомодные пиксели. И что вы, наверное, слышали термины типа доступный, гибкий, весь такой текучий, тягучий. И, в принципе, вы такой думаете, а, ну прикольно, буду теперь использовать емы и ремы. Потому что пиксели, это как бы для новичков, для лохов. Ну, говорит, у меня для вас есть фантастические новости. А фантастик переводится не фантастические, а удивительные. Фантастик. Ну, это уже если мы месье лапердит. Это если соси жопу. Ну, продолжай. Вот, в общем, он говорит, что не надо вообще связываться с этими единицами измерениями и просто пиксели использовать. Так. Забегая вперед, это вторая тема, в которой я свое мнение выскажу раньше, чем презентую вам мнение автора. Может быть, даже можно мнение автора опустить, да? Согласен, да. Я считаю, что он, как наша реклама смарт-тейп, высасывает из пальца это дерьмо. Не выдерживает абсолютно никакой критики. Но мы посмотрим. Но ты можешь критиковать его, правильно? Чтобы он не выдерживал. Как сказать? Ну, блин, вы сами все поймете. Мои даже комментарии будут не нужны. Он этой статьей, он сам себя дискредитировал. У него, во-первых, всего 284 лайков. Су против 4000 на... Из лайков. Нет. Су против 4000 на предыдущей статье про... Что там было-то? Design Better Data Tables, которую ты нам презентовал. Ага. Ну, согласен. Хотя это Hacker Noon, это хороший под-медиум блог, но как-то всего 284 лайка. Не нашел он отклика в сердцах его фронтендеров всего мира. Начинаем развенчивать мифы, он говорит нам. Первый. Это лучше для доступности. Так. И тут он просто быдлит, что, блин, вы, чуваки, говорите что-то про доступность. Хотя у вас у всех макбуки, 30-дюймовые экраны. У кого у всех? У вас у всех веб-разработчиков. Ага. Вот этих вылизанных из Сан-Франциско. Не, а почему он на них обращает внимание, а не на пользователей? Пека. Потому что именно сами разработчики-то тестят на супертоповых девайсах. Поэтому как бы как можешь ты, Джон из Сан-Франциско, который долбится в жопу с каким-нибудь Питером. Так. Говорить мне, говорит он, про доступность, если ты проверяешься с 15-дюймового макбука. Да, там ты сужаешь экран, там еще что-нибудь сужаешь, браузеры меняешь. Но ты не можешь знать, что такое Accessible, пока не возьмешь с Edge, а старый Android-телефон какой-нибудь. Ну ладно с Edge, с Internet Explorer. С Edge я имею в виду с 2G-соединением. А, с соединением, это да. Потому что вот, поэтому, говорит, не надо мне, говорит, Better for Accessibility. Просто вы представьте, что у вас дерьмовое зрение, или обмотайте, говорит, пленкой экран свой и посмотрите хотя бы так. Вот это, говорит, уже будет более доступно. Ну, он имеет в виду там все контрастности, вот это, чем просто говорить мне, говорит, про отступы беспонтовые. Ладно, говорит, я понимаю, что Accessibility это не Readability, это нечто большее. Но вот если говорить про Readability, то есть, говорит, 3 способа сделать что-то более читабельным. Первое, изменить стандартный размер шрифта прям в осеньке. Угу. Тогда у тебя все станет крупнее. Так. В том числе браузер, в том числе шрифт в браузере. Второе, говорит, зумировать только на тех сайтах, на которых не видно. Самый, на мой взгляд, приемлемый способ. Ну, видимо, если ты уже сильно слепой, тебе надо все зумировать, весь интерфейс. И третье, изменить дефолтный минимальный фонт сайз в настройках браузера. Я вот до сих пор даже не знаю, где это меняется, например, в Safari. Но, видимо, где-то меняется, и есть какие-то чуваки, которые это делают. И, говорит, вообще, я, говорит, не знаю, как вы, но вот если бы я реально что-то не видел, я бы во всей осеньке сменил, и все. Ну, да. То есть, ну, реально, если ты уже, так скажем, расписываешься в том, что тебе что-то на сайтах не видно, тебе тогда и файл, правка, вид, история не должны быть видны, и ты просто все увеличил, и все. Забегай вперед, если ты увеличиваешь в осеньке, то все с пикселями нормально скейлится, и никаких проблем у тебя нет. Ну, там-то да. То есть, ну, если ты просто говоришь, у меня 125% всего интерфейса вообще в операционке, он также и пиксели тебя умножит на 1,25, и нормально у тебя все будет, без вопросов. Окей. Но вообще он здесь будет показывать конкретные примеры. Вот, говорит, дефолтный зум, и первый блок у него пиксели, второй ем и третий ремы. Вот это вот красные отсечки. Угу. Вот, говорит, в хроме то же самое, с текстом зум на 150 в операционке. Обрати внимание, хром увеличен тоже, ну, вот сама вкладка GSB увеличена. Так. Все масштабируется абсолютно нормально, кроме емов. Обрати внимание, на емах кнопочки delete по-прежнему маленькие. Уже беда, уже не очень-то accessible, хотя, казалось бы, ем и ремы, это же круто, типа. На пикселях нормально скейлится, а на емах нет. Я не знаю, почему, ну, то есть, он даже не пытается нам здесь это объяснить, он просто рассказывает, как оно есть. Он просто поливает грязью. Да. Вот, говорит, 100% назад вернем, а теперь на браузере зумируем. Так. Вообще, говорит, это, говорит, мы делаем на тех сайтах, которые 12 пикселей делают менюшку, чтобы больше вместилось. Мы, говорит, конечно, не будем говорить, но, например, Amazon. О, не будем говорить. 13 пикселей, говорит, стандартный размер шрифтов и 12 для навигации. Какого, говорит, хрена? Ну, ладно, кто-то, говорит, браузеры не такие принципиальные, как Amazon, можно зумнуть немножечко. Ну, вот вы зажали там на клавиатурке там control и с колесиком зазумили себе, хотя я делаю через control плюс, например, через command. Ну, вообще, говорит, у меня глаз как у орла, возможно, нюх как у собаки еще, но я все равно на некоторых сайтах зумирую. Я это, говорит, даже делаю и для DevTools'ов хромовых. И вот это я уже пару раз сделал, причем случайно. Если ты открыл F12 и там сделал command плюс, то он увеличивает именно инструменты разработчика, если они выделены. Я тоже случайно делал и, по-моему, даже и не убирал. Но увеличено и увеличено, прикольно. Хотя я-то вижу тоже хорошо. И вот, если, говорит, вы делаете через браузер, то все скейлится, опять же, кроме емов. То есть, ну, мы видим, что интерфейс браузера, то есть вкладочки по-прежнему маленькие, а все, что на странице, ну, вроде в полтора раза больше. Но вот с емами кнопочки не зуммируются. То есть отступы внутри кнопок. Если, говорит, мы меняем именно размер шрифта в браузере через ту настройку, которую я не знаю, то ни хрена не меняется с пикселями. Это единственное, в чем пиксели не зуммируются. Это если меняешь настройку в браузере на минимальный font-size, допустим, 20. Там ем и ремы действительно скейлятся как надо. Окей. И на самом деле, если просто в хроме large установить по бреду, то емы не скейлятся, скейлятся только ремы. Короче, стопудовый вариант — это ремы. Они везде скейлятся вообще. Это и понятно. Когда ремы ориентируются на размер шрифта у рутового элемента, то есть у HTML, настройки браузера, возможно, именно его и меняют. Поэтому в зависимости от него все и скейлятся. Ну и здесь он пишет, что да, это clear win for rams, но на самом деле, говорит, не так. Он дальше пытается ссать против ветра. Я буду именно так. Против фронтендового ветра. Мы точно знаем, что изменить размер браузерного шрифта никак не играет роль на Facebook, YouTube, Amazon, Twitter. Короче, он проверял все эти сайты. Когда в браузере увеличиваешь размер шрифта, у них ничего не меняется. У них захардкодено прям под освидосом. И все, бессмысленно. Если, говорит, кто-то не может читать 16 пикселей, и хоть на одном из этих сайтов они пользуются, то они используют другой метод. Не изменить настройки в браузере. То есть он уже отсекает последнее дерьмо, что пиксели не работают. И говорит о том, что не, пиксели работают. Мы возьмем за x, что никто не меняет в браузере, потому что на Facebook эти изменения ничего не дают. А если на Facebook они не дают, то чувак не будет это менять. То в интернете нигде не дают. Да, то профит. Все. Поэтому, говорит, не надо, никто не меняет в браузере, поэтому можно остаться на пикселях. Знаешь, мне сразу с поговорка вспоминается вот это вот пафосное. Кто хочет, ищет. Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности. Вот, видимо, он так и делает. Вот он ищет причины, почему бы использовать пиксели, не использовать все остальное. Да. Хотя по факту ремы уже нормально работают. Второе, он говорит, breakpoint. То есть если мы по медиазапросам делаем сужение, если мы их пишем в пикселях, то эти breakpoint не скейлятся. Но, говорит, это не так. Давайте, говорит, проверим даже в E11. Давайте. Вот я, говорит, уменьшаю. Сейчас я точно найду, где он там что уменьшает. Да, он зуммирует в браузере. И опять же только в Yem'ах пор так, что кнопочка не увеличивается. А все остальное нормально скейлятся. Хотя breakpoint сделан 900 пикселей. Вообще, говорит, в Safari, конечно, не работает. Но опять же, возьмем за X, что Safari полное говно, и не надо про него думать, и нахрен. Вот это опять, это он на полном серьезе показывает, что вот в Safari тоже Yem'ы, вон они. Поэтому, говорит, если вам надо поддерживать старые браузеры, ну, типа, ну, жопа для вас говно. Жопа для вас говно. Просто, ну, он на полном серьезе. Это говорит. It turns out that it doesn't scale breakpoints, you may have a legit reason to use rams. Вот если, говорит, вам вот надо их поддерживать, то ремы используете в скобках. Хотя и E8, и ремы не поддерживают. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть он прям вот да. Третий способ, третий миф, который он развенчивает, что Yem'ы можно использовать для динамического, ну, пэддингов и марджинов, например, вокруг текста. Ну, или line height, например. Если ты ее делаешь 1.4, и Yem'у меняешь только font size, то сам line height тоже увеличивается пропорционально. Но, говорит, никто же так не делает. Все же хотят, чтобы у кнопочек было отступами на 50 пикселей. Все же дизайнят прям пиксель в пиксель. Если что-то вот у вас увеличится относительно, то это же полное говно. Поэтому это мы тоже не будем использовать. Потому что, а зачем? Вы же делаете то, чтобы прикольно было, а не чтобы все скейлилось. Зачем вам, чтобы все было вообще относительно? Ну, вот я прям читаю по тексту. Четвертое. Вы можете сделать такие модули, которые, ну, как бы можно ресайзить. То есть, ты делаешь условный модуль реклама, и если он в сайтбаре, то он выглядит одно. А если он в контенте, то он выглядит чуть-чуть по-другому. Так называемые container queries, ну, то есть, они на самом деле все еще не имплементированы в CSS, это JavaScript эмулируется. Эмулируется. Но, грубо говоря, если сделать с емами, то у них чуть-чуть получше. То есть, мы их суем в сайтбар, а в сайтбаре шрифт, там, 15 пикселей. Он маленький, убористый. Суем в контент, там пикселей 20 размер шрифта. Емы они наследуют, я напомню. И там он чуть-чуть больше становится. Он говорит, да, вы, конечно, прикольно. Но давайте так. А вот если вы, типа, часто убиваете людей, то все время носите с собой лопату. Он в бред скатывается, и это топ-хайлайт. Ну, хороший. Нет, хороший бред. Хороший. Ну, говорит, что теперь? Зачем вот все-то продумывать? Нахрена? Проще же ничего не продумывать, использовать дальше пиксели, просто и все. Он потом дальше. Если вы хотите, чтобы у вас все круто скейлилось, у вас должна же быть целый SCSS, там, или CSS-ный файл, в котором прям вот у вас все шрифтики эти прописаны, там, переменными сделанными и так далее. Ну, это же, говорит, говно такое делать. Это же вы задрот будете тогда. Не надо так делать, используйте пиксели. Он, я не понимаю, он троллит? Или он саргазмом? Он не троллит, он не троллит. Он на полном серьезе, ну, как бы... Он на полном серьезе хочет, чтобы мы отказались от ремов и емов. И все делали пикселями, да? Вот именно. Он, говорит, как Винстон Черчилль иногда сказал, that's a lot of stuff. Тут до хрена делов. Вот это же, говорит, долго, когда вы везде меняете, там, что-то фон сайз, что-то делаете и так далее. Мне кажется, Черчилль бы расстрелял его, если знал бы про него. Расстрелять, да. И сигару бы дальше все укурил, и Виктор ей показывал, потому что, вот, ну, серьезно. Вообще, даже, говорит, NASA использует всего два зонда, которые вокруг Марса ходят, и все равно не могут найти. А если вы в 50 местах смените шрифт, вы тоже запутаетесь, он говорит. Запукаетесь. Он даже уже до NASA дошел. Ну, у NASA там везде пиксели, скорее всего, там не ремы. Так нет, он, понимаешь, он не до сайта NASA, а дает космической программы все-таки. Я понимаю. Поэтому вы давайте, говорит, не надо ничего вот этого адаптивного, чтобы что-то гибкое у вас было. Просто в пикселях все делайте, и будет прикольно. Угу. Вот такой у него конклюжен. Ну, хотя, опять же, в конклюжен он по мексиканцу, но вообще ладно. Собрались. Да, собрались. Иногда надо использовать. Это прикольно. Ведь все-таки специализацию, говорит, не просто так выдумали. Угу. Все-таки он пытается как-то, здравый смысл его настиг. Он там что-то его отпустило. Вот, да, его просто отпустило. Ну, вообще, вот, ну, а зачем? Вот и не надо их тогда использовать. Не надо искать способы, чтобы использовать ему и ремы. Просто пиксели используйте, и все. А можно... А если вдруг вот что-то вот не срастется, только тогда переходите к ремам и ему. Ему в комментариях никто не написал, что он мудак, например. Не знаю. Я сейчас скажу, здесь у него бонусный круг. И тут он говорит просто по поводу единиц измерения. И тут уже хорошие советы. Уже не бредятин, а реально. Если, говорит, вы хотите, чтобы цвет бэкграунда хотя бы целую страницу вертикально заполнили, не надо 100% юзать у хейт. Так. Сделай 100% в хе. Vertical height elements. Они, конечно, не везде поддерживаются. Вот он пишет. You better test real hard on iOS devices. На своих Safari? Да. Как он троллил. Да, да. Но в целом это более bulletproofно. Я просто тоже уже пробовал. Это реально более bulletproofно, но я не рискнул из-за поддержки браузерами. Скудный. А там реально скудная она. Вообще, говорит, вы знали, что vertical align можно в процентах указывать? Он пишет. Вместо того, чтобы position relative и топ минус 3 пикселя делать, вы пробуйте vertical align 30%. Будет, говорит, нормальчик. Я, кстати, вот честно не знал. Интересный совет. А если, говорит, вам надо сильная гибкость, то используйте просто flexbox, он пишет. То есть, ну, это уже более или менее нормальные советы. То есть, его прям конкретно отпустило. Но вот то, что он околесится, который он нес в теле цикла, так скажем. Напишите в комментариях, что вы думаете. А по поводу комментариев. Ну, вообще, вот мне, говорит, я про PSD-шки хочу высказаться. И там, да, говорит, все в пикселях и так далее. И я как раз пиксели использую, мне просто так легче. То есть, там именно чуваки, которые с ним солидарны. Но имеется в виду, что там чуваки верстают один в один. Как на PSD-хе. Да, да. Полностью переносят, переверстывают. И, видимо, у них, когда адаптивный дизайн идет, там все у них уже сверстано. И все они в пикселях делают. Но это имеет место, да? Надо будет сверстать, типа, несколько экранов адаптивных. То есть, один экран под такое разрешение, один, два, такое, все в пикселях. Короче. Это разные школы. Я вот ремы использую, мне нравится. Реально. Раньше использовал еще фоллбек в пикселях для восьмого и девятого. Потом насрал на них. И правильно сделал? Сильно, сильно. Идем дальше. По-моему, следующая моя. Да, там дальше много твоего. Не, на самом деле одна всего. Не переживай. Для меня много это. Я успею отдохнуть. UX движет всяким. Написал у меня в слэйке. UX drives all of this. Здесь есть какая-то цитата. Видимо, Крис Коэр. Возможно, это цитата его. Не, он там из одного из твитов. Это будет, по-моему. А, да, может быть. Да, там здесь сразу же, сразу же в твиттере он увидал несколько твитов от чуваков. От некого Томаса Фухса. Фучса. Который написал смешную такую шуточку. Шутечку. Что, смотрите. В 97-м, говорит? В 97-м. Он прикладывает скрин. Это скрин современного стартер-бойлер-плейта. Да, что нужно вообще сразу, вот, как вы только стартуете, верстать. Что нужно подключить, подрубить. Говорит, вот такой скрин и сразу. Что нужно было в 97-м, в 97-м, простите. В 97-м. В 1997-м. Let's make a website, говорит. И, типа, просто давай начнем. Да, просто в V, редактор консольный, включаем и погнали. Да, в 2007-м. Чтобы сделать сайт, нужно скачать jQuery и V. Верните мой, 2007-м. Просто jQuery. И что нужно в 2017-м? Просто охренеть. Ну, видимо, вот этот скриншот. М1Z, да, видимо, этот скриншот. Вот. Интересно, кто такой этот Томас Фукс? Ну, кроме того, что у него подтвержденный аккаунт. И кроме того, что у него какой-то тролл, видимо, на картинке, там, на аватарке. Нет, возможно, это он. А, да, это он, нет. Это он. Я издалека подумал, что там что-то страшное. Но, в принципе, и сблизи что-то страшное, если честно. Вот именно. Короче говоря, о чем же Томас нам хочет поведать? Пишет Крис. Говорит, что сейчас? Ему просто Колин Мегел ответил. Давай по-честному. В 2007-м было полное говно, а сейчас все типа круто. И это все из-за UX. Да, да, да. Это все из-за UX. И в чем же поинт Томаса, как пишет нам Крис? Да, понятно, что сейчас типа со временем, в принципе, вся разработка, так скажем, усложнилась. Стопудово. Она более стала комплексная, что ли. В ней много составляющих, которые нужно подрубить, чтобы начать врастать, например. Чтобы сделать какой-то UX. Вот. Ну, он говорит, в принципе, в принципе. Все правильно сказал Томас. Почему? Потому что многое в интернете, это, говорит, как в мире. В мире же не все люди типа одинаковые. Здесь, говорит, надо учитывать, что все сайты разные, под разные нужды. Поэтому, если вы можете ограничиться только HTML-кой и CSS-кой, обычной, дефолтной, без подрубания всех редуксов и реактов, то вы можете этим ограничиться. Не нужно усираться и использовать новомодные технологии. На самом деле, тема-то банальнейшая. Согласен. В принципе, Крис Койер ее тоже высосал с пальцем. Да. У меня сегодня день высосух. Да, высосухи, высосухи. Вот, если вам не нужно использовать, не усирайтесь, пишет он. И об этом и Томас говорит, что, конечно же, конечно же, если вам нужно сделать огромную хреновину, с которой будет работать целая команда, которая работает по вики, по составленному какому-то гайдлайну охрененному, то, конечно, там нужно многое подключать, чтобы просто было удобно. По какой вики? Ну, да, хорошо. Вот. Но если вы делаете свою такую уютненькую хоумпейдж, хотя, конечно, сейчас многие люди скажут, ну, какой верстальщик будет делать свою уютненькую хоумпейдж? Но, тем не менее, многие делают. Например, у того же Артемия Лебедева, я не знаю, по-моему, у него все еще свой старый вот этот сраный блог. Вот я сейчас наберу Артемий Лебедев. И у него будет говно, которое он сделал в 95-м году, простите. Ну, я помню, было tema.lifejournal.ru. Тема.ру вот у него есть. А, да. А, посетить. Да, да, да. Там tema.ru slash main.html. Вот ты просто зайди, ты просто зайди. Посмотри, как это выглядит. И там такое-то сделано. Я бы не сказал, что это самые новые технологии. Тем более, что можно посмотреть, кстати, код страницы, и там у него классическая надпись про то, что «Чего ты полез в мой код?» Вот это будет. Вот эти шуточки. Сайт работает до последнего посетителя, во-первых. Вот, вот, вот. Во-вторых, март 2018-го, Аляск. А, да? Поедет. Поедет. По 18-го. Красавица. Ну вот, так что смотрите, то есть не обязательно все в этом интернете, в этом вашем, делать на редуксе и реакте. Вот об этом Томас. То есть он не о том, что нужно все забыть и вернуться в каменный век. А о том, что нужно использовать технологии с умом. Ну смотри, у Колина тоже есть a point. Ну как? Что типа, это же тоже не зря придумывали, все эти технологии. Но кроме того, что выпендривались друг перед другом, есть и смысл какой-то использовать все их новомодные для того, чтобы удерживать там посетителей, увеличивать там проценты продаж с 3 до 4, до 5, может быть. А как это с технологиями соответствует? Ну не уходит своего сайта, если он сильно удобный. А редукс он быстрый, молниеносный. А, ну если в скорости, то да. Так естественно, это же в основном ради производительности все и было. Просто тогда не UX, а перформанс. А, понимаешь, напомним, UX это не юзабилити, когда все кнопочки удобные, ты знаешь где они, а UX это когда ты эмоции получаешь. Ну типа от перформанса быстро. От перформанса ты получаешь эмоции. У тебя нет перезагрузок экранов, у тебя все само вылетает, нажимается и до свидоса круто работает. Ну да, но, блин, всегда его выделяли отдельно, перформанс. Но если он в UX, то в принципе да. Просто реально, перформанс он ведет к UX. То есть перформанс это нечто лежащее в технической плоскости, а UX в восприятии конечных людей. Им насрать, что это перформанс увеличиваю, они этого не поймут. Для них главное, что им нравится пользоваться твоим приложением. У них юзер экспириенс. Да, у них юзер экспириенс зашкаливает. Ну тогда да, тогда да. Поэтому и тот и другой получается правы, то есть оба стула. Палка о двух концах, да. Оба стула, да. Хорошо, хорошо. Тогда следующая новость твоя. Фулка про медиазапросы у меня написано в слайке. Ты говоришь тогда следующая новость твоя. Если бы я сейчас не возразил. Если бы ты не согласился, мы продолжим. То ты бы ее рассказал. Но нет. В общем, нам на Сисострикс Андрес Галанте. Ух ты. Это как Лео Галанте. Да, да, видимо. Рассказывают сицилийские мафиозники. Нам пишут на Сисострикс уже. Блин, то есть мы сейчас будем, возможно, сигареты красные и синие грузить. Я считаю, что именно этим мы и должны заняться. Сразу после того, как узнаем все про Media Queries Level 4. Новая спецификация CSS, которая уже много где поддерживается. Я имею в виду много в каких-то браузерах. То есть это мы не cutting-edge новинки рассказываем, а более или менее уже вещь, которую в продакшн можно пускать. Хотя, конечно, осторожно. Нет, не вряд ли. Ну да. Ну давай. Пожалуйста. Запросы, медиа запросы четвертого уровня, на самом деле, нам отвечают на два вопроса. Первое. Какой девайс просматривает? То есть по размеру вью-порта и по разрешению. По плотности, стало быть, пикселей. Так. И что этот девайс может? Че? Вот конкретно, что это может, это в Level 4 добавлено. Мы всегда раньше могли узнать девайс-тайп через медиа. Например, All, Print, Screen и Speech. Speech — это скринридер, ну, который голосом вот таким говорит для инвалидов. Так. All, 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 All. Заглючен, да? Print — это то, что уходило на печать. То есть мы скрывали всякие менюшки и оставляли только контент с помощью принтовых CSS-таблиц. Screen — это экраны. All — это сразу все. А теперь появились фичи, которые вообще прям крутые. Здесь нам их, хотел сказать, Крис Койер, но нет, здесь Андрос, кажется, да, автора звали? Да, Андрос. Разбил их на пять блоков. И на самом деле не он их разбил, а V3C. Потому что ссылки ведут на V3.org. Там именно в боковой колоночке есть разделение. То самое по классификации. Это Screen Device Dimensions, Display Quality. Ну, в общем, я не буду смотреть в стандарте. Можете почитать, посмотреть. Почему я не буду? Потому что он сам нам это все выписал. Он законспектировал основные вещи. Мы можем с помощью трех ключевых, так сказать, позиций делать логические сложения и вычитания. Или как это? Ну, короче говоря, и, или, и не мы можем делать. И — это and, или — это запятая, и не — это not. Охрененно. То есть мы можем в медиазапросе спрашивать там до десяти, я не знаю, почему я сейчас десять сказал. Ну, вот до определенного количества всех этих элементов спросить. Ну, например, медиа, скрин, and. И здесь есть несколько скобочек, которые объединяют другой and. То есть, так сказать... Я вижу, да. Как это? Ассоциативность. Ну, вы поняли из математики, что надо скобки раскрывать. Хардкорный подкаст. Это очень сложное, такое, сказать, условие, когда и минвыд 50 емов, и ориентейшн лэндскейп. Так. Запятая. Или... То есть, экраны перевожу на русский, на обычный русский язык. Или экраны с минимальной шириной 50 емов в ландшафтном положении. Правильно ландшафтное называется? Альбомное? Ну, по-моему, нет. Да, слушай, как скажешь? Портретное и ландшафтное, по-моему. Ну, допустим. Насрать. Ландшафт. Или бумага нецветная. Not color. А туалетная? Естественно. Другой-то нецветной у нас не бывает. Вот, иными словами, мы покрыли две крупные такие... Два крупных массива. Две крупные кобылы. Да, два крупных массива устройств. К ним мы можем применить какие-то стили, которые в блоке Media относятся. Вообще, давайте, говорит, на конкретном примере разберем, говорит, ненужной сложности навигационной панели. Такое, говорит, в реальности никто не будет делать, но я вот для того, чтобы просто продемонстрировать максимальное количество возможностей, сделаю. HTML-ная структура, ну, тут GIF, общий контейнер. Внутри него хеддер и мейн. Внутри хеддера заголовок и нав с улками, лишками. А внутри мейн и просто заголовок и параграф. Вообще, дефолтный CSS будет у нас такой. MaxWidth 45EM. Orientational Portrait. Это самый стандартный для портретных девайсов с шириной не больше 45EM. Update Slow не может рендерить быстро изменения, а есть вот такой параметр Update Slow. То есть, грубо говоря, дерьмовые телефоны, которые не могут плавной анимации показывать, у них Update будет Slow. Ну-ка, давай сейчас обратимся к стандарту и посмотрим, какие еще бывают апдейты. Ну-ка, High? Ну, что ты спойлеришь-то? Я вот вдруг не High. Я пытаюсь сейчас найти. Fast, точнее, если Slow. Fast Deep? Ну-ка. Strong? Да. Не могу я что-то найти здесь. Ну-ка, Update. Я прям Ctrl-F. Походу, нету такого. Придумал. Screen Update Frequency. Slow и Fast. Да. Гений. Классик. Был прав. Сейчас я вернусь. Потерялся. Так вот. Монохромный. То есть, для черно-белых девайсов. И кроме шуток, например, Kindle, он отвечает этим требованиям. Он в него браузере реально вернет нам монохром. И те свойства, которые мы пропишем для монохрома, они только в Kindle будут. Типа, футер и надпись «Привет, читатель электронных книг». Прикольно. Это даже круто. Мне вот просто это нравится уже по жизни. Pointer Course. Допустим, для... Как Cannibal Corpse. Да. Только Pointer Course. Да, тут Course, не Корпс. Хотя... Чем черт? Хотя тоже про палец, да? Здесь написано, что это для устройств, показывающих, которые не такие точные, как мышка, с низким DPI. А у пальца низкий DPI, чтобы ты понимал. Ну, я соглашусь. Hover None. Было бы сложно киберспортсменам играть пальцем. В дотку. Сто пудо. Микроконтроль бы хромал, мягко говоря. Да. Так вот, Hover None. Ты бы, знаешь, как когда на разову в Warcraft играешь, блочат зданиями и людьми, юнитами, чтобы не могли пройти к рабам. Угу. Вот так же пальцем. Вот ты не сможешь пальцем это сделать. Так вот, Hover None показывает нам то, что, например, на телефонах нету такого вообще как Hover понятия. Ты не можешь зависнуть над чем-то, потому что ты уже или кликнул, или не кликнул. Да. Вот. Поэтому давайте спозиционируем. Nav Fixed. Фиксируем навигацию сверху. У каждой ссылочки минимального 104 Ема. Ну, просто чтобы она, так сказать, черненькая такая была. Вот он здесь это применяет нам пошагово. Показывает на трех телефонах, как выглядит. Все, окей, базара нет. Теперь меняем Orientation Landscape, если вдруг перевернули на ландшафт. Или, если мышка, pointer fine, то есть четкая, хорошая DPI. Или, если минимальная ширина больше 45 Емов. То есть планшетник тоже уже подойдет, например. То есть сюда подходит телефон в горизонтальном положении, в ландшафтном. Компьютер, раз pointer fine. И планшеты в том числе, раз минимальная ширина 45 Емов. Добавляем отступы дополнительные здесь. И статически позиционируем H1 и Nav, то есть Position Relative у них убираем. Для того, чтобы не было уже никаких там изменений. Вообще, если pointer fine делаем, то еще минимальную высоту 2,5 Ема делаем у пунктов меню и заголовка. Для чего? Для того, чтобы уже нам не надо их гигантские делать для пальцов. У нас уже точная мышечка. Мы делаем чуть меньше заголовки, чтобы они не выделялись. Хотя, на самом деле, я как бы, ну, не считаю, что большой заголовок – это такой уж порог. Ну, вот, автор считает. Теперь, говорит, мы переворачиваем телефон. Сразу заголовочек уменьшается, менюшечка остается сверху и так далее. Я просто себе представил, что он переворачивает телефон именно экраном от себя. По Genius. Отворачивает, да. Так, теперь вертикальная навигация. То есть, она уже будет не сверху, а сбоку, грубо говоря, колоночкой для ландшафтных viewport. Делаем orientation landscape и минимальная ширина 45. То есть, все. Если у нас есть слева место, мы делаем display flex, flexbox. И слева делаем менюшку, ну, как у foundation of canvas menu, только она не убирается за экран, а так слева столбиком и остается. Да все, foundation уже придумал. Да, согласен с тобой. Gain и Zerb работают. Да. У нас здесь на CodePen, естественно, одинаково все, потому что он узенький, как будто ты с телефона все продолжаешь смотреть все. Но если открыть на отдельном CodePen, я сейчас даже продемонстрирую. А у меня в броузере есть flexbox, как вы могли подумать, там менюшечка слева. Вот, ну, поверь мне. Я представляю себе. Поверь мне, она там есть, как на его... Он просто скриншот уровень бог фоткает макбук свой. Он вообще везде фоткает. Да. Хотя, кстати говоря, это как-то более пруфности добавляет в его статьи, если честно. Не знаю даже почему. Ну, слушай, я верю. У него вон там должна еще зарядка перемотанная изолентой быть, сразу прям доверие. Вон, у него штаны на табуретке лежат там, неубранные. Да. Вот сразу видно, что реальный человек. Дальше, анимации. Что касается анимации, говорит. Нет смысла их показывать, если у тебя update slow, то есть делаем update fast. Угу. Или scan progressive. Что такое scan progressive, ты меня спросишь? Ну-ка. Отвечу. Прогрессивная разверстка. Да. То есть scan interlace – это LCD телеки. У них мерцание большое. И там плавные анимации не покажутся. Поэтому scan progressive – хорошие мониторы. И hover-hover. То есть если работает наведение. Потому что если наведение не работает, анимации просто не покажутся, потому что они показываются по наведению. Угу. Согласись, неплохо. Я сейчас попробую посмотреть в… В E3C стандарте вдруг я тебя обманул по поводу скана. Ну-ка. Что progressive – это что-то другое. Хотя я помню просто, что это оно. Type scan feature. Да, interlace и progressive. И interlace – это 1080i, как на телек. А progressive – 1080p. P – progressive. Угу. Ни хрена, да, я его даю? Ну ты и что-то жжёшь напалмом. Вот. И если, говорит, это всё есть, то мы делаем transition all. Понятно, что можно и просто сделать transition all. И если у тебя hover нет, оно у тебя просто не отработает, и хрен на неё. Ну да. Не обязательно её заворачивать в медиа. Если у тебя дерьмовые разверстка, ну подлагает чуть-чуть, ну похрену. Ты будешь думать, чё дурак с телека-то, смотрю сайт. Посмотрю, пойду на компьютере, и у меня будет всё хорошо. Да. Поэтому, ну, кстати, вот мне нравится, media color, text decoration none. Знаешь, для чего сделано? Только если цветные ссылки, убрать подчёркивание. Потому что они и так синие, ты видишь, что это ссылка. Но, если это чёрно-белый экран, ты не увидишь ссылку, потому что там будет серая на сером, да? Тогда надо подчёркивание, чтобы показать, что ссылка есть. Вау. Интересно, интересно. Аксессибилити? Да, да, полная аксессибилити. Ну, а здесь пишут, что вообще проверьте контраст чекера с помощью, там, утилиты, бла-бла-бла, отвечает ли стандарту и так далее. Если, говорит, у вас телек, есть смысл бордеры сделать не один пиксель, а два пикселя поширше, потому что, опять, через строчная развертка могут просто съесться границы элементарно. Поэтому, если scan interlace, то мы бордер-width делаем два пикселя побольше, поширше, и тогда на телеке будет круче смотреться. Не могу прям спорить, чувак, молодец. Ну, и всё, говорит, давайте потестим, полный код пен нам даёт, и там даже на Kindle ссылки подчёркнуты. Home, About, Podcast Products и Login, я вот здесь вижу в меню, они подчёркнуты, чтобы ты понимал, что это ссылка. Да, он озаботился, сфоткал Kindle свой, может быть, даже не свой. Верим, верим, доверяем, доверяем. Стол свой, там, на столе пыль, естественно, срач. Просто посмотри, кстати, посмотри, брать. Подставки от кофе. Обрати внимание, да, что снизу от клавиатуры от макбука, как будто это паук ползёт. Ну, я думаю, это структура дерева у него, такая, на его лакированном столе отличная. В стиле паука? Ну, блин, представь, что это лак треснул. Да нет, я понимаю, но паук, паук. Паук, ладно, согласен. У него ещё на Kindle оператор тест называется, по-моему. Да нет, мне кажется, у него открыта страница тест. У него же она называлась test.html, да, да. Ну, ладно, ладно, давай. Давай, отмазывай. Ну, вообще, блин, во-первых, заморочился. Во-вторых, почему ты не написал привет пользователю Kindle? Привет, чёрно-белые? Вот это вот, да. Вообще, как скоро нам это вообще можно в жизни использовать? Он говорит, так уже сейчас можно использовать. Уже всё почти работает. Здесь есть ссылки на Can I Use, например, CSS Media Queries. Я сейчас покажу для наших подписчиков, уважаемых. Сейчас, оказывается, только в Safari новомодном работали. Не-не-не, я сделал прям шоу All. В Chrome с самой первой четвёртой версии это всё работало. Нахренеть. В Firefox с 3.5 версии, то есть в 2009 году ещё бывает. С 3.5. С 3. В Safari с версией 3.1 работало. Частично. Там какие-то не работали. Нестинг. Но в четвёртом работало уже всё, и это тоже 2009. Не работало только в 8-м ИЕ. А в 9-м уже работало, в 2011-м. Поэтому... Да там уже не поддерживаются такие версии, как 8-й ИЕ. Поэтому можно, прям можно уже сейчас идти жить этими медиазапросами. Это прикольно. Но опять же, чтобы такое делать, надо прям вот, ну, заниматься проектом души своим. Не, а можешь объяснить, почему только сейчас написали эту статью, раз это уже давно доступно? Или это просто он написал и написал? И как бы такие статьи, они не на вы. Такие статьи, они не на вы. Я на многие натыкался. Просто конкретно здесь он прям подбил всё. И, ну, опять же, и не всё. Он так-то дал ссылку на стандарт и сказал, чуваки, дальше можете рыть там рогом. Я как бы здесь делаю такой умышленно утрированный пример, который вам в жизни не пригодится и так далее. Если за хлебом пойдёте. Потому что, да, конкретно про монохром я тысячу лет знал. Про ориентейшн тоже тысячу лет знал. Про скан только не знал. Про прогрессивную вот это. И про апдейт тоже, slow, fast тоже не знал. А все там разрешения, плотность пикселей. Ну, серьёзно, камон. Ну, камон. Да, как говорит Велсаком. Чё, последняя из разработчики? Да. А потом там научпопа вообще одна темочка. А тем слушателей у нас нет в этот раз. Я думаю, что... Они есть, но они были все по ходу. Да, по ходу. В ССС-ДЖС там нам предлагал. Да, 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 да. А, про Майкрософт они предлагали. Так вот, загрузка веб-шрифтов с большой производительностью или адаптивных сайтов. Ну, почему или? На адаптивных. У меня он, 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 как Ор уже мерещится. Эту тему нам предложил Станислав Айсберг. Мне в Фейсбук в личку кинул. Станислав. Сказал, если обсудите, мне маякни. Вот маякну ему после этого. Станислав Айсберг? Да, он причем из Челябинска, кроме шуток. Мирный? Дисплей. Окей. Вообще, говорит, давайте. Адам Беррис Дик. Опа! Тут именно Дик. Ну, я вижу, да. Как Дьякон, Дикон. Вот как-то у меня вырвалось прям из епархии, как будто я пришел сегодня. Ой, епархия, ну давай, что там. Вообще, говорит, когда-то давно на сайтах был только Эрил, Вердан и Гарамонт и Таймс Нью-Роман. Вердан. Но после этого уже, говорит, все круто стало. Вебшрифты и туда-сюда. Но вообще, я, говорит, до сих пор не уверен, стоит ли их использовать. Слушай, 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 у нас получатся все темы сегодня какие-то ностальгические. Нахрена использовать новое, если можно использовать забытое старое? Кроме медиазапросов. Хотя это тоже еще в 2009-м все включили, так что это тоже уже старое. Уже, мать твою, 8 лет прошло. Согласен. Ну да, да, такие у нас темы. Не будет сегодня про приакт новых библиотек, там припук, прифук. Я думаю, не только сегодня не будет. Согласен. Ну зачем ты сразу? Все отвалились сейчас. Кто еще до этого не отвалился? Ой, кто есть никого, да? Да, не отвалился. Нолик. ТЛДР. Короче говоря, для тех, кто не хочет читать. Все шрифты, пожалуйста, в ВОВ-формате. ВОВ. У кого, говорит, нет ВОВ-формата, просто Ариал. Показывайте ему Вердана и Пердана. Понимаешь. Ну ВОВ-формат, у кого нет ВОВ-формата, у того линейка формат есть. Да, да, хотя бы, или ультима. Ну. Третье. Скачайте шрифты в бинарном формате и оптимизируйте их. Четвертое. Шрифты не надо через Google Фонс и Typekit. Сам, сам, yourself, пожалуйста, их сервите для людей. Сервайте их в CSS-файлах, закодированных в Base64. Ни хрена. Да, если у юзера нет шрифта, загрузите его асинхронно и в Local Storage положите. А в следующий раз уже из Local Storage подгружайте, не делая доступа на сервер. После этого, говорит, получайте удовольствие, потому что ваш сайт рендерится быстрее, и у пользователей больше удовольствия от вашего сайта. Это ТЛДР-ка была. Хочется сразу восьмой пункт делать. Сразу получать удовольствие. Сразу хэпфанать хочется, согласен с тобой. Но надо сначала это. Надо сначала санночки повозить. Ну давай. И какие же санночки? Шрифтовые санночки. Он здесь нам дает сразу ссылки. Вот, говорит, до моей оптимизации 79 из 100. После 100 из 100. В PageSpeed Insights. Начал выеживаться. Ну а почему нет? Просто потому что может. Что, говорит, касается Can I Use. 84% браузеров поддерживает WoW. Я сейчас открою прямо эту страницу, опять же, для наших подписчиков. Опять же, с 5-го Хрома, там, с 3-6-го Firefox, с 5.1 Safari, с 9-го ИЕ. Не поддерживается в Opera Mini WoW. Сорясики. Чуваки, которые экономят трафик, жрите говно. Вердану и Пердану. 84% браузеров будут есть нормальный WoW-овский файл. Второе. Не используйте Google Fonts и Typekit, потому что, во-первых, мигает, подгружается, долго грузится. Я думаю, вам не надо объяснять, почему это говно. Мне тоже не надо. Третье. Не используйте пиратские шрифты. Ну ладно, понятно, базару нет. Когда находите, скачивайте в бинарном формате OTF или TTF. Или OpenType файл, или TrueType файл. Чё твои ещё? Потому что там более хорошие... Более лучше одеваются. Да, можно... Не беспонтовый E-T-O или как-то там был, который для Ешки как раз. Ну смотри, он как бы нас в ловушечку ловит. Он говорит, типа, вы не используете нелицензионное, но вы не подключаетесь с Google Fonts и Typekit. Ну, покупайте на Fonts Quirrell по 59 долларов каждое начертание. Просто и всё. Вот, чё он хочет нам сказать. Ну, кроме шуток, например, мои любимые Source Sans Pro и Source Serif Pro, они бесплатные. И ты их с Fonts Quirrell... И это хорошо, что они у тебя любимые. А если бы у тебя были любимые какие-нибудь другие адобовские шрифты, дорогущие... А, мои фавориты всегда доступны всем. Ладно. Их можно с Fonts Quirrell бесплатно скачать в любом формате. В OTF конкретно. Если говорить про Open Source Sans Pro и Source Serif Pro. А потом уже четвёртый пункт. Прогнать через Fonts Quirrell веб-фонт-генератор. Можете убрать ненужные буквы. Русские, например. Если у вас... Русские есть? Если у вас на английском сайте всё дело происходит. Ну, да. Китайские можете вырезать из него, потому что по умолчанию они там есть. Вы же точно не будете использовать китайские? Ну, не будем. Мандариновый. Вот этот китайский. Ну, в Новый год только. Пхеньянь. Как там называется-то у них? Пхеньянь, по-моему, да? Упрощённый. Ладно. Не знаю. Я тоже уже не должен знать. Следующее. Выкладывать же CSS-файл. Он будет большой, поэтому вы его газипнете как следует. А потом делайте проверочку. В Джаваскрипте. Если в Local Storage уже лежит шрифтик, уже не грузите CSS-файл. Один раз это сделайте. Оставьте его в Local Storage. Так. И всё. ADD-фонд полный. Прям будет у вас этот метод. Супер. Да. И вообще без базара. Прям вот ADD-шьте его туда. И всё у вас будет хорошо. Да. Что мы достигаем? Первый пользователь заходит по хрену. Он видит сначала пердану, а на следующей странице уже видит нормальный шрифт. Но только у него ничего не мигает. У него уже всё нормально и так далее. Я помню, у тебя была как-то проблема, что мигало. Это, собственно, на вебсайне.ру было. Это Typekit был. Я из этой проблемы вышел тем, что я на Typekit-овые события повесил появление вот такое плавненькое. Сейчас я когда захожу, у меня появляется только тогда, когда мигание уже прошло на самом деле. Да, оно не бесится, к счастью теперь. Но вот есть способ сделать лучше. И опять же, ты мне скажешь, а что только сейчас написали? Во-первых, статья 2014 года. Во-вторых, я и до 2014 это видел. Не, знаешь что? Я другое спрошу. Так, давай, давай. Когда ты сделал вот это всплывание, а это ты сделал JavaScript-ом или ты сделал CSS-ом? Слушай, нет. Я это сделал CSS-ом. Почему? Потому что в Typekit-е уже позаботились, и JavaScript-ом на BODIC или на HTML навешивают классы. Это все обман, чтобы набрать классы. На классы типа TP, то есть Typekit, не то, что вы подумали. TP-load, TP-сuccess там или TP-fail. И вот когда TP-load, это еще грузится, еще не мигнуло. У меня стоит... Как только success, так показать. Да, у меня стоит opacity 0, а как только success, я делаю opacity 1, и он оп, плавненько выплывает, и там не мигает ничего, и все круто. Ну вот видишь, как здорово. Ну видишь, бывает, когда Typekit подтупливает, у меня не выплывает секунды 3. И это тоже подбешивает. Я, собственно, готов прям... Это лечится, когда не выплывает секунды 3. Я готов продемонстрировать. В вебсайне.ру захожу, у меня ничего не закешировано, сам на своем сайте не был год. И он реально сейчас секунды 2 не появлялся. Но это не противно? Нет, это абсолютно не противно, тем более, что в последующие разы уже молниеносно все происходит. А думаешь, кто-то будет в последующие разы на твой сайт смотреть? Согласен, после первой уже и не будут, но хотя бы и мне самому уже греет. Ну и говорит, да, во-первых, не мигает, во-вторых, рендерится быстро, потому что там же JavaScript style подгружается только после того, как уже все ready по полной. Поэтому вы, говорит, много выбьете баллов, и у вас все быстро загрузится. Можете, говорит, посмотреть на моем блоге и вот в демке, которую он предлагал. Вообще, говорит, мне еще тут пишет Twitter-юзер Xiso, что есть другой способ набрать 99 из 100. Ну-ка. Заинлайнить то, что Google Fonts просто. Короче, Google Fonts подключить отложено. Ну классик. Лэйзи лоднуть Google Fonts. Это, говорит, конечно, прикольно, но все равно рендерится-то долго. Поэтому нахрена, говорит, это делать. И он здесь прям с скриншотами из нетворка, что все равно есть задержка, пока ты ждешь Google. Только потом у тебя WoW начинает чуть-чуть прилетать, там, ну... Слушай, мне кажется, в том же 2014-м Фридмич говорил, как сделать соточку, выбить. Да, да, и он тоже использовал Local Storage для хранения шрифтов. Так что это все само по себе и не ново. Да. Только вы меня шрифты снова и снова. Да. Просто Фридмич, он вообще, он уже сверхчеловек, поэтому... Полбог. До него даже уже нам не доплюнуть. Короче говоря, смотрите, пользуйтесь. Молодцы. Я считаю, что Андрес Берес Дик достоин всяческих похвал. И еще в 2014-м я знал, что есть эти статьи, но все равно сделал вот с появлением, а не вот с этим, всем Local Storage. А я скажу, кстати, почему. Local Storage тогда в Safari не поддерживался. Я думаю, ух, да че говно, у меня не будет работать, никому не буду делать. Пошли все нахрен. На моем новом MacBook. На моем новом MacBook Pro. А у меня в 2014-м как раз он уже был новый. Давай, говори. Последняя тема. Научпоп. Well, ladies and gentlemen, we'd like to present chel-chel.ru, Челябинский-Челябинск. Слишком громко ты презентуешь тему, которая у нас в слайке называется «Прочелик». Ну да кх. Это как будто «Прочелик». Сейчас поговорим. Прочелик. Действительно, на LiveJournal'е какая-то тетенька. Может быть, там еще и дяденька есть. Но, в общем, ведут они чел-чел. Татьяна Самородских. Да, ведут они вот этот вот бложик про Челябинск. И мы вам решили просто по быику рассказать, по прикольчику. Вдруг вам интересно? Наш подписчик Вячеслав забыл фамилию, на память не помню. Предложил это. Мне в Телеграме лично скинул, сказал, «Санька, ты просил, говорит, про архитектуру Челябинска, вот лови». Тут круто. Ты открыл незнакомую улицу в знакомой районе? Нет, я же не знал четко. Давай. Открывай. Первый, второй пост. Называется «Незнакомая улица в знакомой районе». Напоминаю, здесь «Проксима новая» используется. Давай посмотрим, откуда она подключается. Полсекундочки. Я, во-первых, убедюсь, что «Проксима новая». Мои глаза... Да, с «Проксима новой» глаза меня не подводят. А откуда она подгружается, я даже и знать не могу. Ну, хорошо. Хорошо. Короче говоря, в научпопе у нас сегодня далеко не научная, скорее такая мягонько-развлекательная статья. Познавательная, будем говорить. Немногие знают, что в Челябинске вообще есть что-то. Дома. И все думают, что тут выжженная земля от метеорита. И они недалеки от истины. Да, от метеорита. Но нет. У нас здесь есть всякие районы, по которым можно походить и поностальгировать. Мы в прошлом подкасте и в нескольких до этого подкастах ностальгировали по Екатеринбургу, смотрели там, ходили. Так скажем, виртуальная экскурсия у нас была, аудиоэкскурсия. Как аудио-наркотики. Да. А сейчас у нас аудиоэкскурсия по Челябинску. И вот тетенька, которая ведет, собственно, на лайв-журнале вот здесь вот бложик и пишет... А статьи какого года? Хотя, смотри, 15 мая. Это прям свежак, свежак. Надо ей передать, что мы про нее обсудили. Она говорит, что у нее суперродной район Ленинский. А у нас есть такой район. Я думаю, практически в каждом городе есть район Ленинский. Согласен с тобой, да. Вот. Вот в Ленинском районе, это практически ее родной район, есть некий район КБС, так скажем. Ну, это кусочек, да. Кусочек. Причем он в глубине Ленинского находится, далеко, это тебе не сельмаш. Да. Это все-таки на въезде. И там есть очень старые дома, по которым можно покайфовать, кайфануть. И она действительно с таким восторженным голосом пишет, пишет. А ты слышишь прямо ее голос. Я слышу, он мне звонко отзывается в моей душе. Каждый словом. И говорит, вот давайте пройдем немножко по КБС. И вот те самые первые дома, которые строились в Ленарев на КБС, посмотри на них. Вот это желтые дома. Наверняка многие сейчас люди, которые не в Москве живут, а где-нибудь в более отдаленных районах. Они узнают свой подъезд просто. Они узнают свой патик. Вся так выглядит. Посмотри, да. На Читызухе тоже же дома, где Антонович жил, вот почти такие же. Да, четырехэтажные дома. Да. Вот, типовые абсолютно. С большими высокими потолками. Это, наверное, сталинки считаются, да? Я думаю, того времени, конечно. Хрущев уже пятиэтажки вот эти сраные придумал. Узкие, низкие. Ты посмотри, как она кайфует. Тихий зеленый квартал, пишет она. Здесь такие облупленные вот эти четырехэтажки. И действительно тихий же. Кстати, я бы там ночью... И грамотно стоит. Я бы там ночью бы не ходил в тихом зеленом квартале. Думаю, что там не так тихо и не так зелено. Хотя, на самом деле, сколько бы я не говорил про Ленинский район, кто знает. То есть, если, так скажем, по меркам... Давай перенесем на нашу большую аудиторию. Допустим, на Москву, на Киев. На Москву, например. Перенесем. Ленинский район, это примерно как, ну, Бутово, нет? Ну, какой-нибудь вот такой вот... Ну, Бутово, Биберево. Вот, ну, вы поняли. Вот, ну, вы поняли. Такой район, да. И как бы уже там... Хотя, на самом деле, мы очень зря с тобой сейчас говорим. Те, кто из Челябинска нас слушают, на самом деле, Ленинский, в нем очень много людей живет. Это один из самых больших... Это один из спальных районов, да. Да. И в нем не так все плохо. То есть, я зря сейчас на него грешу. Но, чтобы вы представляли, у Ленинского такая репутация. Это не... И конкретно вот Сильмаш все-таки досвидосный. Ну, просто, во-первых, потому что там уже частный сектор. Во-вторых, там уже двухэтажные бараки беспонтовые. Вот, да. И когда я, так скажем, говорю это, на самом деле, я немного лукавлю. Потому что, вот, например, я ходил, учился на права еще в девятом году. Учился на права там, в Ленинском. Тогда уже браузеры поддерживали медиазапросы. Да. И я говорил, типа, мам, мама, что там это? Я по Ленинскому буду ходить. Она говорит, ничего тебе не будет. Я действительно ходил все лето по Ленинскому. И один раз буквально мне говорили. Слышь, ты. Один раз всего. Я прошел мимо, абсолютно задоджил. Изи задоджил. И мне ничего не было. Вот я сейчас на Чемизухе работаю. И про нее тоже, в принципе, ничего хорошего не говорили. Я, конечно же, встретил очень много абрыганов. Но на меня никто не это, не сагрился. Даже тебе доджить не пришло. Хотя с моей-то внешностью. Согласен. Со всеми причиндалами моими вот этими. Я считаю, что я бы на их месте сагрился вообще изи. Они все были бухие и все равно. Они на теток агрились просто на других. На других теток. Не на меня, на других теток. Тихий зеленый квартал. Вот такой замечательный. Есть в Ленинском, например. Пойдем дальше. Пожарные лестницы. Посмотрите, это Нью-Йорк чистой воды. Вот эти черные лестницы. Сразу я узнал, что у меня есть огромная семья. И он так же отстреливался в таком же доме практически. Вот. Конечно, дома старые, пишет тетенька. Их уже теснят современные многоэтажки. И здесь как бы я вижу вдалеке современную многоэтажку. Но тем не менее, ты посмотри, как трава вот эта заросла рядом с домами. Вкусно. Мне нравится. Это как мое любимое сказать, что вот все сейчас принято. Говорит, что мы заразаряем там экологию, говно. Но если сейчас вот на пять лет выехать из Челябинска полностью, ты туда въедешь, там по планете обезьян уже деревья сквозь дома будут расти стопудово. Ну, как по Чернобылю. По Чернобылю, по Припяти, да. Да. Так здесь, собственно, и выглядят пейзажи немного припятные. Ну, что началось? Ну, посмотри, ты посмотри. Я вижу, я смотрю, что-то. Я просто вижу, где это. Я знаю, где это. Необычные держатели для светильников, восторгается нам авторка. К сожалению, сколько их попадалось, на каждом что-то висело, а хотелось бы сфотографировать в чистом виде. А что вот здесь висит? Я не понимаю, ремень какой-то, что ли? Ну, это типа такой вот светильник. Нет, вот что-то висело. А, что-то висело? Вот тут, значит, тоже что-то висит. Я, если честно, боюсь, что тут... Нет, светильников тут уже давно нет. Они вот на этой палке должны быть, так сказать. А кроме них, то ли кот какой-то сидит, то ли какая-то от велосипеда... Ну, кот сидит, я увидел сейчас, да, кота, но это смешно. Да, Барбюса, знаменитая улица в Ленинском. Вот. Нехитрые украшения на торце дома. И это вот нехитрые украшения, это вот эти вот круглые тарелки. Да, это не держатели под кондиционерами эти торчащие. Хотя, наверное, все-таки здесь тоже пожарная лестница просто была, и все. Ну вот. Кстати, на самих табличках название улицы в кавычках. Так что непонятно, в честь чего же была названа улица. Газеты или просто в честь Челябинских рабочих? Улица Челябинский рабочий. Ну, это в честь газеты. Стопудо. Просто там R100, это, ну, логотип. И это типа, что ему 100 лет этой газете. Стопудо. И там просто номер телефона не Челябинских рабочих, а все-таки газеты. Тело 263-26-22. Позвоните, поздравьте их. Окружают эту улицу дома более поздней постройки. Вот в таком же доме я, собственно, и жил первые несколько лет своих. Вот в таком вот вкусном. Здесь вообще хорошо, здесь сразу чувак, там, знаешь, должен вешать трусы свои, сушиться. Другой чувак... Так кого? Ну, вот Саня Ефремов, нынешний дом, в котором он живет, он подобный застройки. Ну да, но... И на свободе таких домов миллиард. Согласен. Поэтому, да. Совершенно удивительная деталь была обнаружена на фасаде детского садика номер 10. Фигура женщины с ребенком, судя по одежде, узбечки. Что-то вдруг скатилось. Это прям вообще культуровед у нас начался. Да. Что здесь еще, например? Наверное, говорит, в других нишах располагались и другие фигуры, к сожалению, утраченные со временем. Ну как можно все это снести? Как бы обращается она к Собянину с его реновацией сейчас в Москве и тем, что против нее тоже бомбуют. Ну тут, конечно, в КБСе до свидос, да. Вот. Ну дальше она немного рассказывает про свою семью, что вот у нее там семья жила в таких же вот примерно домах давно. И вот дальше типа новостройки немного. Ну а дальше? Она как-то еще без запятых полностью пишет на Левжурнале нормально. Ну а дальше наш пусть пролегал, пусть, ну пусть у нее пролегал к переходному мосту. Весна на улице Пограницы. Тут уже 121 серия классическая. 121 серия какого-то сериала, видимо, российского нашего. Естественно. Потому что такой российский сериал, бывает 121 серия и не заканчивается еще ничего. Да, в квартале, ограниченном улицами, пограничной Курганской, Руставели и Игуменкой, нас ждало еще одно открытие. И там вот такое вот открытие, действительно открытие. Слушай, прям я таких открытий много могу сказать. Там по ночам открытие вообще совершается стопудо. Ой, да смотри, ты ос. Я бы, честно, там никогда бы и не проходил. Вроде как территориально... Какая-то заброшенность. Это мне нравится. Заметь, заметь. Вроде как территориально располагается во дворе школы номер 99. Но даже не могу предположить, что там такое было. И там горилла написано. Я готов предположить. Похоже на спортзал. Вот эти верхние окна такие. Наверняка это был стендалон спортзал. При том, что сейчас без 15 и 2 ночи. Я честно, мне немножко жутковато на это все смотреть. Мне кажется, что мы сейчас там находимся. И сейчас попрут оттуда. С одной стороны, похоже на жилой дом. Отзываю. Уже не похоже на спортзал. Там чердачки уже какие-то. Ой, с другой на какую-то контору, Сань. Вот контора. Надо просто заходить туда начинать. Сейчас там контролеры кровососные. Ой, внутри выглядит как общежитие. Коридоры, комнаты по обе стороны. Заходит изи, не ссыт. Доджит всех. Да. Вот. Потом пристроен гараж, бла-бла-бла. Я хочу следующее здание посмотреть. На улицах весна. Улица Руставели. Ну да, Шата Руставели. У нас есть такая улица. Это тоже 121 серия. Улица Гражданская, она просто кайфует от зелени. Нет, это действительно... Все, у меня провал. Судя по тому, что балконы вот так рядом, это 121 с нишей. Тут лоджия. Но у 121 обычно скошенные балконы. Это, видимо, какая-то улучшенная. Ну, та еще дыра. Да, да, вот посмотри, короче, дальше там, дальше на Меридиан вид. Там просто, ну, вид на Меридиан, обычная такая, обычная захолустья Челябинска. Как бы вид с моста на улице Гражданскую. Тут как-то уже более хай-тек, тут какие-то поезда, там что-то. Кстати, вот эта гостиничка, что справа, тоже облагороженные развалины, долго пугавшие прохожих своим видом. Не помню, что там было раньше, жилой дом, общежитие или еще что-то. Да, и последняя фотография, завершающая ее пост, это фотография на храм, вид на храм иконы Божьей Матери Адигитрия. Полная Адигитрия. Так что, как бы. Метки, 2017 год, КБС, Ленинский район, весна, вид с моста, заброшенные улица, Челябинские рабочие. Я уверен, что наверняка такие виды можно встретить и в Москве. Конечно же, не в центре города, но на окраинах. Тем не менее, кстати говоря, если, знаешь, всякие, типа, браузерные игры, так скажем, есть, типа, браузерная игра, но она как бы не игра, но тебе предлагают, наверняка ты бы хорошо в нее играл. Вот я бы вообще хреново в нее играл. Я даже не знаю, хорошо это сейчас или плохо, но допустим. Сейчас я тебе скажу. Игра заключается в том, что, например, нужно отгадывать стадионы, футбольные стадионы, но тебя помещают на какую-то определенную... Вот, допустим, мы с тобой соревнуемся. Нас с тобой одинаково помещают в одну и ту же точку на гугл-картах. Мы должны, допустим, пять минут времени ходить по гугл-карте, условно, и смотреть, что это, осмотреться. А потом показать точкой, поставить на гугл-карте, где этот стадион находится. В смысле, где? Ну, прям вот в какой стороне, прям до метра. До этого, когда ходил на гугл-картах, я не понимаю. Ты не видишь, ты просто ходишь именно по тому виду, когда ты просто смотришь на фотки. А, я хожу в панорамном режиме. Да, 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 вот в этом вкусном, который так размывается, когда едешь. Вау. Вот, вот, да. Там в нем подписаны улицы иногда. Подписаны, но иногда тебе это не поможет в Европе особенно. Ну, согласен, ну. Ты просто там обосрешься, там какой-нибудь Люксембург, и его, чтобы определить, надо, короче, ехать, ну, смотреть, прям вот сложное дерьмо. Вот, я о чем говорю. Почему ты думаешь, что я бы хорошо в нее играл? Ну, ты хорошо в географии разбираешься. Просто мне чего не скажи, то есть я даже Люксембург, я сейчас сложно себе представить, где он находится, например. Или там, условно, ну, какой-нибудь там Фершемпенуаз, ну, ладно, Фершемпенуаз, это деревня у нас в России. У нас в области. У нас в области, да, да. Уже, знаешь, 27 километров к юго-востоку. Вот, вот, я говорю, а почему бы, кстати, я хорошо, да. Так. Ну, вот. Но я к тому, что там очень часто, если тебя поместят чуть дальше от Парижа, условно, да, какого-нибудь или там какого-нибудь, не знаю, Тюриха, ты сразу охренеешь, какое там такое же, как у нас в Челябинске. Да, конечно. Я не говорю даже про Сербию. Я не говорю даже про Фейербанкс даже, вот где мы были. Ты, там, твою мать, просто ангары. И ты понимаешь, что стране 300 лет, тут ничего нет. Ты стоишь в поле просто, и дом одноэтажный стоит, в котором лесопилка. Все, больше ничего нет. Ну, кстати, я хочу сейчас сказать быстро, секундочку, да. Это, кстати, разная романтика ангаров, точнее, не ангаров, а вот этих вот баков американских и баков наших российских. Каких нахрен баков? Контейнеров, ты имеешь? Контейнеров, да. Ну, будем говорить контейнеров. Потому что американские контейнеры, они, во-первых, с американскими символами, как минимум, с буквами. И они тебе навевают немного одну атмосферу. А наши русские контейнеры, они тебе навевают сталкер сразу полный. Ну да, согласен с тобой. Вот. А американские навевают какой-то, не знаю, хочется сразу сесть в Мустанг и уехать. Американские, они в основном для судов, и они более рифленые. А наши, они более плоские и для поездов. И поэтому сталкер сразу. Да, я здесь не могу выбрать. Они оба разной такой кайфности, балдежности. А не надо выбирать. Они хороши для разных. В одних контейнерах хорошо водку пить и на балалайке играть. А в других на баджах? А в других на баджах? Да. И текил? Бурбон. Ладно, окей. В общем, как обычно, у нас обойка. У нас обойка. На обойке я вижу, во-первых, нашего слушателя. Одного из лучших. То есть тебя. Ну, в смысле, тебя не тебя, Саня. А тебя слушатель. Тебя слушатель. Вот. И он как бы смотрит, просматривает весь наш подкаст фонариком. И прям вот изучает бдительно, какая же там вода льется из него. Два часа подряд. Или даже три. Вот. Ему все классно. Ему каждая капелька нравится. Каждая вот эта вот искриночка, которая образуется между капелькой и светом. Вот этой вот дифракцией, интерференцией. Вау. Она ему прям нравится. И он стоит, несмотря на то, что он мерзнет там в скалах. Весь в шапке такой замерзший. Но ему просто вот этот вид огромного нашего водопада тем и мыслей. Нашего водопада? Да. Она ему прям нравится. Круть. Я просто так считаю, что комментировать будет он потом. Думаешь? На TripAdvisor писать про этот водопад. То есть на YouTube как минимум ставить пальцы вверх. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Это эти два часа с небольшим. Подписывайтесь на соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В iTunes нам ставьте звездочки, пишите отзывы. На YouTube тоже ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. uwebdesign.ru Поддерживайте проект. Увидимся уже через неделю. С вами был Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Пока. Пока.